И доброго времени суток, дорогие друзья, на связи Максим Шпон, и мы начинаем наш вебинар. Итак, поставьте плюсики, если меня слышно, решим немножечко технические вопросы, очень быстро, и перейдем, собственно, к самому вебинару. Замечательно, плюсики пошли, жду еще плюсиков, потому что, может быть, у кого-то проблемы со связью, может быть, у кого-то плохо отображается, сейчас увидим по чату. Ну, замечательно, народ потихоньку подтягивается, плюсики идут, все классно. Итак, напоминаю, что сегодняшний наш вебинар посвящен секретам раскрутки инфобизнеса ВКонтакте. Так, сейчас переключу слайды. Замечательно, итак, давайте начнем, наверное, с технических моментов. Сначала познакомимся со мной, затем познакомимся с вами, затем обсудим технические моменты, как пройдет вебинар, о чем он будет вообще, что из себя представляет. Итак, данный вебинар – это знания, собранные за несколько лет упорной практики, упорной работы. Меня зовут Максим Шпон, я уже представлялся, я владелец рекламного агентства. Да, конечно, параллельно у меня есть второй проект, где я занимаюсь обучением людей, развитию интернет-маркетингу, социальной сети ВКонтакте, социальной сети Facebook и так далее и тому подобное. Но сегодня мы будем говорить только о социальной сети ВКонтакте, поэтому вся данная работа будет у нас именно в контексте данной социальной сети. Как я к этому пришел? Я с рекламным агентством занимаюсь порядка 5-6 лет, а где-то года 4 назад, когда мы работали с региональным представительством Икеи, там к нам поступило такое предложение, что у них есть свои обученные менеджеры и что им дополнительные сотрудники не нужны, и им просто нужны какие-то методички, какие-то видеокурсы, какие-то там листовки, чек-листы, по которым их люди будут обучаться и по которым будут сами работать в социальной сети ВКонтакте. И именно тогда ко мне пришла мысль, как раз идея, что дополнительно все наши знания переложить на практику, переложить скрипты, чек-листы, договоряя которым люди сами могут обучаться работе в социальной сети ВКонтакте и могут на этом зарабатывать деньги. Что впоследствии мы и стали делать. Сначала я протестировал это на своих знакомых, сегодня я покажу кейсы моих знакомых, моих друзей, своих работ. Затем это пошло дальше, дальше, дальше и все переросло в такой вот обучающий замечательный проект, который существует, ну, наверное, уже порядка года, то есть активно мы занимаемся, уже провели очень много тренингов, очень много отзывов, видели как в предварительных материалах, так можно посмотреть и на наших сайтах. И сразу перейдем к знакомству с вами. Итак, самый первый вопрос вам, друзья, сколько можно зарабатывать в социальной сети ВКонтакте? То есть, называйте цифру, как вы думаете, сколько максимально можно заработать в социальной сети ВКонтакте? То есть, будем потихоньку знакомиться, будем определяться, кто на какой стадии находится, где находится, и поэтому, отталкиваясь от этого, я буду сопоставлять вебинар, сопоставлять знания, чтобы всем было здорово и замечательно. 956 рублей, это очень мало, не ограничено, тоже нормально, много, поточнее нужно, Сергей, от известности продуктов и известности проекта. Ну, не всегда, то есть, скажем так, от правильности применения методика, от правильности методик, потому что, от правильности стратегии, потому что бывает, что там тренер известный, либо что-то известное, но если неправильно применено, то очень-очень плохо все получается, и во время вебинара я об этих ситуациях расскажу. Так, здесь я 100 тысяч рублей, нормально, не в курсе, очень много, 20-30 тысяч рублей в месяц, очень мало, под миллион, десяток миллионов, очень много, все зависит от продуктов, и кто его продвигает уже ближе, 500 тысяч рублей. Крупные паблики берут по 5 тысяч за одну рекламу в день, ну да, то есть, если брать рынок пабликов, то в среднем хороший паблик зарабатывает где-то по 700-800 тысяч рублей в месяц, но хороший паблик это где-то 700 тысяч человек, 500 тысяч человек, они зарабатывают очень хорошие деньги, от человека зависит. Ну ладно, второй вопрос, друзья, на который попрошу вас ответить, какой у вас опыт работы ВКонтакте, то есть, может быть, у кого-то есть группа, у кого-то есть паблик, кто-то уже зарабатывает хорошие деньги, кто-то собирает подписчиков, кто-то вообще ничем не занимался, то есть, вот пишут 0, то есть, если вообще не пробовали и вообще ничего не получилось, то пишем 0, 1 месяц. Если можно, пишите конкретные результаты, то есть, вот, если кто-то с нуля, вот вижу здесь очень много людей, 7, полгода, конкретные результаты можно писать, группа 5 тысяч человек, уже нормально, год ведем паблик, всего 15 тысяч человек, уже нормально, 2 дня, вот, только начал паблик, 6 тысяч человек, ну то есть, да, нормально у нас во время вебинара будут знания, как для новичков, которые вообще не знают, как там можно зарабатывать, вообще не представляют, как там можно работать, так и для тех, у кого уже есть проекты, уже у кого есть крупные проекты, поэтому всем советую остаться до конца, потому что самые флюшки, самые фишки как раз у нас будут в конце, а в начале мы будем только-только разгоняться. Чем паблик отличается от группы, я тоже отвечу на вопрос, сегодня у нас будет отдельный слайд, поэтому отдельно буду рассказывать. Итак, ребят, давайте немножечко разберем, наверное, живые кейсы, чтобы часть тех людей, которые все-таки сомневаются, что в контакте можно зарабатывать хоть какие-то деньги, поняла, что можно их зарабатывать. Сегодня будут кейсы по мероприятиям, по инфобизнесу, по конференциям. Есть отдельное направление товаров, но в данном вебинаре мы его не будем включать, на товарах можно заработать еще больше. То есть, так как у нас вебинар посвящен секретам инфобизнеса ВКонтакте, мы будем разбирать инфобизнес ВКонтакте и различные тренинги, мероприятия и так далее и тому подобное. Итак, первый кейс – это офлайн-тренинг Алексея Толкачева. Здесь вместе встреча была с Владимиром Толганем. Мы ее раскручивали в Уфе. Здесь, как можно видеть, 1800 человек участников, и там где-то в предварительных участниках, которые, возможно, пойдут, где-то было 6000 человек. С данного тренинга мы закрыли примерно 15-14 человек на живой тренинг. Средний человек живого тренинга у Алексея. Ну вот я рассказываю, Сергей, пожалуйста, не перебивайте. Да, сейчас скажу по поводу вопросов, ребят. Я рассказываю по смысловым блокам, и после каждого смыслового блока лучше задавать вопросы. Во время наступления я не советую задавать вопросы, потому что я их пропускаю, потому что я рассказываю и не люблю, когда меня перебивают. Вот я сейчас скажу, что можно задавать вопросы, и вы тогда задавайте вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Итак, дошло примерно 14-15 человек именно со ВКонтакта. Средний человек составляет 15 тысяч рублей на этот тренинг. 13-15 тысяч рублей. То есть для Уфы это очень хорошие деньги, очень большие деньги на тренинг, потому что для Москвы это нормально, но в Уфе средняя зарплата у нас 20-30 тысяч рублей. И это очень-очень хорошо. Соответственно, цифры вы сами перемножите. Все это было сделано буквально за месяц, причем не прилагая каких-то сверхусилий. То есть это нормальный кейс, обычный кейс для нас. Это наш кейс. Дальше. Паблик страницы Владимира Докгани. Здесь я имел участие помогать. Меня попросили одно время помочь им раскрутить, помочь раскрутить несколько мероприятий и так далее и тому подобное. И мы работали, соответственно, в этом направлении тоже несколько месяцев. Вы можете посмотреть, что 91 тысяча человек в данном паблике. И конверт очень замечательный. Про поводу сколько было вложено. Сейчас сложно было судить. Самое главное это, я думаю, что знания. Потому что сейчас расскажу на примерах, опять же, во время вебинара. Но если у вас есть деньги, но нет знаний, вы можете потратить 150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. И получить на выходе там сколько-то, столько-то, когда человек получает, например, с 10 тысяч рублей. Ну, живой пример. Примерно 4 года назад, если кто-то еще работал в ВКонтакте, кто-то, может быть, помнит, можно было рассылать приглашение по критериям. То есть если сейчас в свою группу можно пригласить только своих друзей, то где-то 4 года назад можно было всех приглашать по критериям. Там были определенные ограничения, но мы их обходили различными программами. И бывало, что в день мы рассылали по 100 тысяч приглашений, так называемых. И вот однажды мы чисто случайно перепутали и не в группу клиента, а в простую группу незаполненную, по-моему, была посвящена Виктору Сой, что-то такое. Загнали 100 тысяч приглашений. Если в обычную группу клиентскую со 100 тысяч приглашений обычно вступало где-то 23 тысячи человек, 25 тысяч человек, то в эту группу всего вступило 600 человек. То есть мы поняли, что при неоформленной группе, при незаполненной группе и так далее и тому подобное, чем мы будем сегодня заниматься, выхлоп будет очень-очень маленький. То есть можно направлять очень большое количество трафика к себе на сайт, к себе на подписную страницу, но сами вы знаете, что конверсия как раз в мелочах. То есть если у вас мелочи не отстроены, то сколько бы вы не направляли, там будет все очень плохо. То же самое можно подкрутить эту подписную страницу, подкрутить свой паблик, подкрутить свою встречу и получать на выходе очень-очень больше. То есть если бы были все фишки только в раскрутке, в методах раскрутки, то я думаю, сейчас бы все получали очень большие деньги. Фишки на самом деле в опыте, в настройке программ, в различных текстовых конструкциях и в различных стратегиях. То есть в этом самое главное преимущество всех основных рекламных агентств и тех людей, которые зарабатывают очень хорошие деньги. Думаю, с кейсами покончим. А забыла сказать, вот у нас кейс открыт. Это концерт, концерт Noize MC в нашем городе. Помогал я ребятам, фангид называется. То же самое. У них механизм такой, что они делают встречу и говорят людям аудитории, что они смогут привезти данного артиста, готового выделить деньги, если в этой встрече будет, например, полторы тысячи человек. И как только будет в ней полторы тысячи человек, они начнут переговоры с организаторами. Так вот, они создают такую встречу, и люди из города Уфы, из ближайших городов, начинают приглашать всех своих друзей, всех своих знакомых, чтобы набрать полторы тысячи человек. Как только полторы тысячи человек в ней появляется, они начинают переговоры и привозят этого артиста в наш город. Ну, как правило, если договорились. Я понимаю, что, и вы понимаете, что, ну там, не все люди из данных вступивших купят билет. Но такой вот метод бесплатной раскрутки, когда у тебя просто во встрече появляется полторы тысячи живых человек, причем процентов 40 из них уже готовы пойти на концерт. Это очень здорово. И с данной встречи мы сделали sold out, то есть были полные места, и даже не хватило билетов. И продажи со ВКонтакте составили где-то 65%. Вот основной массы. Итак, переходим к основным нашим действиям. Итак, ребят, если брать направление инфобизнеса ВКонтакте, то у нас есть 4 вектора развития. Итак, первый вектор – заработка. Во ВКонтакте в сфере инфобизнеса – это сбор подписчиков в подписную базу. То есть вы просто делаете какие-то объявления, даете рекламу и собираете подписчиков на свои подписные страницы, либо на тренинг. В общем, я надеюсь, вектор вы поняли. Ваша цель – просто чтобы подписчик оставил свои контактные данные, и дальше у вас там по письмам он закрывается на продажу. Второе – это прямое приглашение людей на ивенты. То есть мы создаем ВКонтакте встречу, встречу, посвященную тренингу, встречу, посвященную мастер-классам, встречу, посвященную конференции какой-то. Это приглашаем туда людей и, соответственно, с нее закрываем на продажу. Третье направление – это продажа партнерских товаров. То есть в чем они отличаются? На самом деле здесь можно очень много разглагольствовать, так сказать. Но я беру основные направления по различиям. Здесь очень много направлений, но вот эти вот четыре, они между собой кардинально различаются, поэтому и стоит всех отдельно брать. Итак, третье – это продажа партнерских продуктов, то есть вы продаете чей-то продукт, просто его пиарите. И четвертое – это развитие комьюнити внутри ВКонтакте. Я это немножечко взял отдельно, то есть это масштабное развитие паблик-страницы. Бывает так, что инфобизнесмены начинают, уходят в развитие своей паблик-страницы с целью конвертации в более поздние варианты. То есть они сейчас не заинтересованы, может быть, в мгновенной конверсии они просто начинают свою паблик-страницу развивать. Ну, давайте рекламу, набирают туда народ, и потом, соответственно, с нее получают продажи. Это тоже отдельное направление для этого. Для всех этих направлений идут отдельные стратегии, и очень важно определиться, в каком направлении вы собираетесь работать. То есть сейчас вы должны определиться, какое направление вам интересно. Можете взять два направления, можете взять три, но с тремя будет уже очень сложно. Обычно два направления люди берут и в двух направлениях работают, либо одно направление. Вот напоминаю, что это кардинально разные направления, поэтому нужно в них конкретно определиться. Так, следующее, в чем вам нужно это определиться, это целевая аудитория. Я понимаю, что многие люди уже здесь понимают, что такое целевая аудитория, они знают свою целевую аудиторию. Но также у нас есть часть людей, которые, во-первых, не представляют, может быть, что такое целевая аудитория. Во-вторых, они начинают с нуля, и так или иначе, даже если вы о ней знаете, портрет вам нужен. Почему нужен? Потому что портрет общей целевой аудитории в интернете сильно отличается от портрета целевой аудитории в социальной сети ВКонтакте. То есть там все совсем по-другому. Для чего мы определяем целевую аудиторию? Вообще целевая аудитория – это те люди, которые потенциальные покупатели, которые готовы купить ваш товар. То есть для начала нужно понять вообще, что представляет из себя среднестатический наш покупатель. Дальше нужно понять, будет ли он покупать наш товар. Вот и все. Я выписал несколько критериев, благодаря которым, ответив на которые, вы поймете примерный портрет среднестатический вашего целевого покупателя, и благодаря которому вы уже можете тихонечко-тихонечко работать в социальной сети ВКонтакте. Итак, привожу несколько примеров. Например, мы берем, что у нас покупатели, мы продаем где-нибудь кроссовки. Не важно, либо курсы по похуданию, то есть что-то для молодежи. Итак, пол-это женский получается, возраст от 17-18 лет до 25-26 лет. Берем каких-нибудь студентов и чуть побольше уже платежеспособной географии убираем в свой город платежеспособность. Соответственно, у нас они не сильно платежеспособны, потому что они только начинают работать. Социальный статус, социальное окружение, кто их окружает, кем они являются. То есть для кого-то социальный статус – это домохозяйка, социальный статус – студент, какой-то менеджер старшего звена. Ценности – это тоже самое. Обычно у людей, которые хорошо зарабатывают, у них немножечко другие ценности, чем у людей, которые сидят дома и нигде не работают. Это тоже важно понимать, важно знать. И от разного портрета целевой аудитории совершенно будут разные методы развития и раскрутки. Например, что люди очень молодые и очень хорошо реагируют на рекламу в крупных сообществах. То есть если вы дадите в каком-нибудь современном паблике рекламу, то если у вас целевая аудитория молодая, то она очень хорошо на это реагирует. Люди более старшего возраста уже делают упор на личное общение. То есть с ними нужно закрывать там либо рассылки личных сообщений, либо личной перепиской, либо в более узкие группы входить. То есть они больше доверяют, так скажем, не пабликам, а личному общению, либо таким закрытым элитным группам и клубам. А такие существуют. Поэтому все ваши направления по рекламе, все ваши основные вектора заработка ВКонтакте зависят от того, как вы правильно сегментируете свою целевую аудиторию. Их может быть несколько. То есть у вас может быть первый сегмент, второй, третий, четвертый. А то обычно мне люди говорят, я спрашиваю, какая у вас целевая аудитория. Они говорят, ну ты знаешь, это мужчины и женщины от 18 до 50 лет. Поэтому нужно четко сегментировать. Это молодежь, это средние, дальше уже чуть постарше и так далее. Можно сегментировать по социальному статусу, можно по ценностям. Отвечаю на вопросы. Если большой разброс возможен по возрасту, разбивать на группы. Да, разбивать на группы. То есть желательно, чтобы он сегмент шел не только по возрасту. То есть вы не просто разбиваете, что от 18 до 25, от 25 до 35 и так далее. Вы еще дополнительно разбиваете на ценности, на платежеспособность. То есть возможно у вас часть людей будет платежеспособной. Вы можете им предложить более дорогой продукт, сразу более дорогой товар. Потому что я всегда понимаю, что если работать с директорами, с менеджерами старшего звена, то предлагать им какой-то товар, какой-то продукт, какой-то тренинг за 2000 рублей по продажам, но они просто не придут. Это нужно четко, важно понимать. А я понимаю, что люди, которые только-только начинают, у которых старт с нуля бизнеса, например, им можно что-нибудь подешевле предложить. Это нужно понимать, и нужно понимать, что дешевле не всегда значит лучше, то же самое, как и дороже не всегда значит лучше. Просто каждой целевой аудитории свой продукт. И нужно четко отсегментировать, чтобы этот продукт не попал к тем, а этот продукт не попал к тем. Вконтакте это можно замечательно сделать. Сейчас мы будем учиться, как это делать потихоньку. Поэтому переходим к следующему нашему слайду. Итак, ребят, был вопрос, сообщество или паблик? Итак, мы примерно определились сейчас с вами с вектором развития. На вопрос отвечу. Сейчас мы определились примерно с вектором развития. То есть мы двигаемся в каких-то векторах. У нас 4 вектора сейчас определились с целевой аудиторией. И в следующем стоит момент, что делать дальше. В предварительных заданиях я немножечко рассказывал. Сегодня будет часть материала с предварительных заданий. Я более подробно о нем расскажу и отвечу на ваши вопросы. В предварительных заданиях я рассказывал, что так или иначе, если вы не один раз собираетесь работать в ВКонтакте, то есть не просто дать рекламу ВКонтакте и вообще забыть о нем, а все-таки представляете перспективу, все-таки хотите в нем нормально поработать, то я предлагаю вам все-таки иметь свое комьюнити. То есть иметь свое сообщество или паблик-страницу. Потому что это принесет очень большое количество плюсов. Это будет официальное представительство у вас. Это то же самое, как иметь сайт в интернете. То есть представьте, какая-то крупная фирма, очень популярная в интернете, как бы не имеет своего сайта. А получается, если вы работаете в ВКонтакте, люди начинают искать, ага, где можно дополнительную информацию найти о вас ВКонтакте. А оказывается, что у вас там нет представительства по поводу, не получили ни одного предварительного задания. Те, кто зарегистрировался на ближайшие дни на вебинар, там приходят с некоторой очереди. То есть кто зарегистрировался на прошлой неделе, им через два дня приходит письмо, потом еще через два дня письмо. Поэтому ничего страшного, сегодня весь материал также будет повторяться, и будет дополнительно много-много материала. По поводу вопросов средств. Скажите, среднего звеня сидят ВКонтакте менеджеры? Конечно, менеджеры среднего звена сидят ВКонтакте. Кристина, неужели менеджеры среднего звена сидят в соцсетях или начальники его за? Знаете, что рынок B2B, то есть если кто-то разбирается, B2B – это бизнес-то-бизнес. То есть мы предлагаем бизнес-услуги бизнесу, то есть обычно юридические какие-то там все через договора, так далее и тому подобное. И кучу людей сидят, то есть мы кучу директоров находили, кучу менеджеров среднего звена. Я не знаю, что здесь такого ВКонтакте развивается. Первое, как чтобы общаться между собой, то есть e-mail очень сильно устревает. Второе – это они там ищут своих одноклассников, они все учились в вузах, они все учились в различных колледжах, и они все ищут одноклассников. То есть одноклассники – это здорово, конечно, но ВКонтакте тоже очень здорово, и они общаются со своими друзьями, не обязательно они там общаются по бизнесу, но пусть даже они общаются со своими друзьями, пусть общаются с одноклассниками, но почему бы им не приобнести такое предложение? То есть если вы им преподнесете свое коммерческое предложение, правильно сделано. Пусть это будет товар, услуга, тренинг, неважно что, все в этом направлении. Правильно приподнесутся, я думаю, они заинтересуются чем, нежели вы будете общаться с их секретарями, так скажем. Итак, мы перешли к вопросу. К вопросу создания паблика, либо к вопросу создания сообщества. На самом деле, бесплатно можно и все это сделать. То есть создается сообщество или паблик бесплатно. Делается это простой кнопкой создать сообщество, либо создать паблик. Здесь Владимир пишет, что мне 51 год, для меня одноклассники не модно. Здорово, классно, ВКонтакте точно, я согласен с вами полностью. Итак, я предлагаю вам, именно как людям, которые занимаются инфобизнесом, именно тем, которые занимаются продажей услуг, либо различных тренингов, создавать паблик-страницу. Сейчас объясню почему. Просто скажу, что для тех, кто занимается продажей товаров физических, для них лучше создавать сообщество. Потому что люди заточены в группах видеть товары. То есть конкретные товары физические какие-то там. А вот различные информационные услуги, различные тренинги и так далее, они привыкли видеть и воспринимать в паблик-странице. Итак, в чем плюсы паблика. Первое, что в паблик-странице видна вся информация, не зарегистрирован и не авторизированным пользователям ВКонтакте. То есть если человек какой-то не зарегистрирован ВКонтакте, и вы ему пришлете ссылку на свое мероприятие ВКонтакте, он его видит и полностью посмотрит всю информацию. То же самое, если он не вошел в ВКонтакте, он то же самое может видеть. То есть с группами этого нельзя сделать. Если вы на группу присылаете ссылку, то там половина информации скрыта, как правило. А паблик страницу, если вы присылаете, и этого человека нет ВКонтакте, то все очень здорово. На самом деле, так же можно поступать, если вы технически очень слабо владеете техническими знаниями, вам неохота создавать сайт, вы можете для определенного тренинга просто создать встречу ВКонтакте и рассылать ее по почтовой базе, на самопознание, куда-нибудь добавить, так далее, так далее, так далее. То есть те люди, которые не зарегистрированы ВКонтакте, они всю информацию видят, и все ролики посмотрят, все фотографии посмотрят. Сообщество на слайде, это и группа тоже. Да, под сообществом на слайде в названии я подразумеваю группу. То есть это получается группа или паблик страница. Просто по нормальному названию, по маркетингу названию группа называется сообществом. Паблик страница – это паблик страница. Дальше в чем плюс? Отображается в профилях участников. То есть это, если вы зайдете на свой профиль, например, спуститесь немного ниже своих друзей, то там есть колонка «Интересные страницы». Там отображаются проекты, в которые вы были добавлены, в паблик страницы, в которые вы недавно добавились. Да, понятное дело, что кто добавлен во множество паблик страниц, у них там вниз спускается, и бывает не видны паблик страницы. Но так или иначе, там метод ранжирования очень-очень интересный. То есть те страницы, которые больше всего вы заходите, страницы, которые больше всего популярны, они поднимаются вверх. Так что так или иначе, вы заходите к своим друзьям и видите, на какие паблик страницы, в принципе, они подписаны. То же самое происходит и со всеми остальными. Таким образом, эта паблик страница очень-очень сильно раскручивается. То есть через данный виджет, через данную колонку, очень мощный поток трафика идет. Как создать паблик страницу? Ребята, с такими вопросами давайте в Янгдс или в Гугл. Сегодня у нас нет времени. Можно пример какой-нибудь для наглядности паблика или группы ВКонтакте. Заходите, открываете вкладку «Сообщество». Куча популярных пабликов, куча популярных сообществ. Паблик можно привязать к Твиттеру. Там не так все просто, но кросс-постинг возможен. То есть кросс-постинг возможен и в Инстаграм, насколько помню, в Фейсбук. То есть можно все это связать. Следующие плюсы паблика – можно рассылать прямые приглашения в ивент. То есть в предварительных заданиях я тоже говорил, что, например, если у вас крупный паблик, там 15 тысяч человек, у вас 10 тысяч человек, неважно, 5 тысяч человек, вы можете создавать мероприятие и приглашать туда людей, всех людей из своего паблика. То есть если у вас 5 тысяч человек, вы можете за один день в это мероприятие сразу эти 5 тысяч пригласить. Что с группой нельзя сделать вообще, с прямым приглашением. То есть очень-очень здорово. Я бывает так, что договариваюсь с владельцами крупных пабликов, у которых там 80 тысяч человек, которые посвящены бизнесу, и заказываю у них вот так называемую рассылку прямую. То есть они мне прямыми приглашениями приглашают в мероприятие народ. Следующая – это возможность фиги-разметки. То есть раньше нельзя было делать менюшку, внутренние страницы, если кто разбирается и так далее. Сейчас это все можно делать. То есть она практически ничем не уступает группе. Возможность предложить новости пользователям. Это замечательный инструмент для тех, кто развивает свои паблики, для тех, кто развивает свои сообщества. Наверняка вы сейчас слышали о такой волне. Если кто не слышал, сейчас идет волна контента, предложенной вы пользователями. То есть вы создаете сайт, создаете свои сообщества таким образом, что часть контента, часть материалов генерирует, создают их ваши пользователи. То есть, ваша аудитория, которая заходит вам на сайт, там создаются специальные кнопочки. В данном случае, если мы говорим о паблике, то есть замечательная функция «Предложить новость». То есть, если у вас паблик посвящен какой-то смешной тематике, и, например, есть паблики «Подслушно» называется, то есть, там выкладываются различные фразы людей, которые где-то что-то услышали. Там можно предложить свое «Подслушно», предложить свой какой-то контент. Если администратору это понравится, то он его разместит. То есть, все популярные паблики, все популярные материалы, 50% контента так и делают. То есть, им в день очень много новостей предлагают, и они из новостей, предложенных пользователем, выбирают самые лучшие. Замечательно, замечательно. 50% контента им не приходится самим генерировать. То есть, им все это пользователи, люди добавляют. В группах такое невозможно. Следующее, более лучшее восприятие информации. Сейчас говорим именно о восприятии информации, потому что группы, я уже говорил, все-таки направлены на какие-то физические товары, взаимодействия. То паблики напрямую направлены на восприятие информации. То есть, люди постоянно смотрят картинки, люди постоянно смотрят тексты и так далее. То есть, у них восприятие информации по пабликам очень-очень хорошее. Сейчас отвечу на вопросы. Дорогая ли цена на рекламу в паблике? На каждый паблик своя цена. Я говорил, что там от 300 до 300 рублей, 200 рублей, до 5000 вон на FTK стоит за один пост. На странице можно создать отдельно отдизайненное меню, как в группах. Да, сейчас можно. Если, так сказать, немножечко заморочиться, то сейчас есть такая функция. Дальше, ребят, переходим. Сильно не задерживаемся по времени. Итак, ключевая формула успешного бизнеса ВКонтакте. Сейчас быстренько все-все-все записываем. У меня эта формула висит перед каждым сотрудником в агентстве на стене. То есть, любой проект, даже если он у вас сейчас есть, если вы беретесь его создавать, делайте по этой схеме попунктно. То есть, только попунктно проходя данную схему, можно получить в результате очень-очень хороший результат. Нежели, сейчас приведу пример, если вы создали сообщество, в данном случае это первый пункт. И потом сразу переходите к продвижению. То есть, это шестой пункт. Остальные пункты как бы вы опустили. И на самом деле, как я уже говорил, эффективность будет практически нулевая. Очень-очень плохая. По поводу процента картинок и текста в конце немножечко поговорю. Сейчас не бегите вперед времени. Итак, давайте быстренько разберем. Первое – это создание сообщества. Под сообществом в данном случае я подозреваю и паблик-страницу. То есть, вы создаете, дальше вы его оформляете. То есть, называете, пишите небольшое описание. В принципе, описание, как правило, не требуется. Делаете красивую аватарку. Для тех, кто хочет сильно-сильно заморочиться, делаем менюшку. Так далее, так далее, так далее. Дальше мы его наполняем. О наполнении мы сегодня будем говорить. Там различные фотографии, видео, аудио. Много-много контента, отзывов. Дальше активность делаем. То есть, мы делаем отзывы, комментарии, лайки, репосты, обратная связь. Всю эту активность. Затем мы заряжаем автопостинг контента. То есть, мы учимся делать так, что, например, там есть замечательная функция таймер у нас в ВКонтакте, когда вы можете добавить материал и поставить ему так называемую отсрочку. То есть, вот сейчас я могу добавить пять постов и поставить, чтобы они каждый день в течение завтра-послезавтра публиковались. И уехать на отдых. А посты будут сами публиковаться. То есть, это так называемый таймер. Я всегда говорю, что, как только вы создали сообщество, сразу заряжайте контент в него. Шестое – это продвижение сообщества. То есть, только на шестом пункте, как только все сделаны пять пунктов, вы переходите к продвижению сообщества. То есть, занимаетесь рекламой, занимаетесь раскруткой. И седьмое – это монетизация. То есть, вы переходите к манимейтингу, к заработку денег, устраиваете механизм. И восьмое – это автоматизация процессов, когда вы все это замыкаете в систему, когда все уже сделано, и все оно работает практически на автомате. Ребят, не бегите вперед времени. По поводу контента я сказал в середине. Расскажу, вы же видите, что сейчас мы ни контента не касаемся. На вопросы я все отвечу. Преимущества у группы есть. У ней, так скажем, больше инструментариев по раскрутке. Но в данном случае, если касаться темы инфобизнеса, то пабликов вполне достаточно. И прошлый опыт и опыт всех наших проектов показывает, что паблик – самое лучшее на сегодняшний момент. Структура, продающая аватары. Итак, мы проводили исследование в свое время и пришли к такому выводу. И опыт показал, что как только человек заходит в паблик, как только человек заходит в группу, первое, что он бросает своему в глаза, первое, что он анализирует – это название и аватару. Аватары, если кто не знает, как только вы заходите в группу или паблик, это большая продольная картинка, у кого-то непродольная, справа сверху, которая всегда открыта. Вот это вот называется аватар. То есть человек в 80% случаев судит уже на подсознании, вступен он в группу или паблик, или нет, по аватаре. То есть если ему аватара нравится, если она ему по душе, если у него там ролики с шариками сходятся, так называемые, сейчас поговорим, что сделать, чтобы они сошлись, то он вступает в это сообщество. В 80% случаев он на подсознании уже знает. Если ему аватара не нравится, то он, как правило, посмотрит 2-3 поста первых и не будет смотреть, что там было на прошлой неделе. А у вас там самые замечательные материалы были на прошлой неделе, либо чуть-чуть пониже, чем не в начале. Но бывает так во многих ситуациях, когда вы разбавляете контент таким средним контентом, и самый сок у вас все-таки остался внизу, а люди попросту заходят, им не нравится ваше оформление аватара, и они уходят из него, не вступают в ваше сообщество. Так вот, наша задача по всем параметрам сделать так, чтобы людей цепляли наши аватарки, людей на подсознании, все здесь НЛП использовано, все остальное, сейчас расскажу, людей на подсознании цепляли эти триггеры, чтобы они вступали в наше сообщество, просто глядя на наши аватары. То есть понятное дело, что в 100% случаев это не будет работать, что человек производит некий мыслительный анализ, все-таки он на то и человек, на то и мой мозг, но подсознание, как говорится, не обманешь. Итак, переходим к аватарам, ребят. Первый у нас сегмент – это аватары для паблик-страниц. То есть у нас будет два сегодня сегмента. Первый – это аватары для мероприятий, как я уже говорил, для концертов, для тренингов, для мастер-классов. Первый сегмент – это аватары для паблик-страниц. То есть ваше представительство, как его должно оформить, чтобы люди вступали в него максимально большой толпой, максимально большим толпотоком, и чтобы конверсия была очень-очень классной. Первое, наверное, что вы можете сказать – это яркость аватары, то есть сброскость красивой картинки. Второе – это то, что размер должен быть всегда максимально использован. То есть максимальный размер у нас 220 на 550 пикселей. Не нужно ставить маленькую квадратную картинку, лучше вот такую замечательную вертикальную нарисовать. Здесь вот первое – аватары – это моего сообщества. Второе – школы победителя – Алексея Толкачева и Николая Мрачковского. Мы – это аватары совали. Третье – это очень близких мне знакомых ребят, бизнес-молдости Пети Осипова и Миши Дашкиева. Итак, следующее – это должно быть броское название. То есть вы должны придумать название своего сообщества и определить его на аватаре. То есть не нужно писать… Чем короче, тем лучше, кстати. Вот это самый замечательный триггер. Чем у вас короче и креативнее, тем лучше. В данном случае я назвал социальные сети на полную мощность. То есть я не стал писать маркетинг. У меня вообще проект называется «Эффективный маркетинг социальных медиа», но я не стал писать, потому что понимаю, что многие люди не понимают, что такое маркетинг социальных медиа. Для них проще социальные сети на полную мощность. Второе – вообще просто и замечательно. «Делай деньги» и восклицательный знак. Очень креативно, очень понятно, и все здесь понятно, о чем говорится. Ну а дальше у ребят брендированный проект «Бизнес молод». Все, они не пишут там «Школа по развитию», бла-бла-бла-бла-бла-бла, там так далее, так далее, так далее. То есть мы не указываем, что у нас здесь куча тренингов, куча бесплатного материала, так далее, так далее, так далее. Мы просто делаем короткое броское название, которое цепляет. Следующая – это картинка. Если брать «Бизнес молодости», это популярная картинка Пети. Здесь мы ставим большой значок доллара, то есть мы говорим, что здесь и доллары, доллары, доллары и деньги. То есть вы увидите, что здесь все говорит о деньгах. Причем все это очень лаконично. Вы видите, что здесь нет каких-то картинок, которые не совпадают по цветам, которые и так далее, они плохого качества, так далее, так далее, так далее. В моем случае это множество иконок социальных сетей. Дальше у себя я указал сайт и ближайшие мероприятия. То есть тренинг увеличения продаж и дату его. То есть немножечко проинформировал. В случае Алексея Толкачева с Николаем Рачковским. Мы указали некоторые тезисы. Как вы видите, во-первых, на заднем плане идут, опять же, значки доллара и евро. Они полупрозрачные, но они, опять же, на подсознание откладываются, что здесь говорится именно о деньгах. Дальше мы тезисами указали, что именно заработок в интернете, социальные сети, бизнес и финансы. То есть самые актуальные направления на сегодняшний день, что человек интересует заработку в интернете и вообще о деньгах. И дальше уже такие дополнительные какие-то штучки. В моем случае это такой конструкция плюс 50% эффективности, как мы это называем. То есть там будь чемпионом, будь среди нас, вступай. То есть мы призываем человека подписаться в наш паблик, ставим стрелочку вниз, подписывайся и будь среди нас, подписывайся и будь чемпионом. Подпишись и получи скидку в 10%. Подпишись и получи подарок. То есть можно множество таких фишек придумать. И главное ставить стрелочку вниз. Потому что я понимаю, что практически все люди понимают, где кнопочка подписаться. Но подсознание, вот эта вот стрелочка вниз, как бы подсказывает им, что сделай это. Нет вашей группы по поиску ВКонтакте. Зайдите на сайт, там моя группа. Я свою группу особо не развиваю. То есть я больше занимаюсь своими клиентскими проектами. Они опять же есть на сайте. Можно мне в личку написать, кучу клиентских проектов пришлю. Группа выступает просто поддержкой дополнительной. Дальше у нас можно поставить дедлайн. То есть если в данном случае мой брат тренинг, один из тренингов, но здесь увеличение продаж неправильно стоит. Просто для примера стояла старая аватара. Можно поставить, например, что у вас тренинг через несколько дней. Вы ставите дедлайновую дату, что он, например, начинается 2 сентября. Что такое дедлайн для тех, кто не знает? Это как бы мертвая линия. То есть мы говорим человеку, что это ограниченные предложения. То есть он заходит к нам в паблик, видишь, что у нас проводится тренинг. Замечательно. То есть вот какие-то даты. Возможно, у нас в записи продукт. Возможно, у вас коробка, и она продается. И он думает, ну да, замечательная коробка, но сейчас мне жалко деньги тратить, поэтому я куплю ее в следующем месяце. И мы должны сделать так, чтобы он не покупал у вас в следующем месяце, а купил прямо сейчас. Поэтому мы всегда ставим различные акции, дедлайны, говорим только до такого-то числа. То есть обычно срок дедлайна составляет 10-15 дней. Ну 10-14 дней. То есть если у нас сегодня 1 сентября, мы начинаем раскрутку, то пишем, что только до 13 сентября цена на данный тренинг вместо 5000 рублей, 2000 рублей. Перечеркиваем и так далее и тому подобное. То есть всегда ставим дедлайн, всегда ставим, если вы продаете какую-то коробку, либо тренинг, всегда ставьте акции, и всегда большими цифрами пишите, что это сильно ограниченное предложение, и что в следующем месяце, либо на следующей неделе, если у вас маленький дедлайн, купить не получится. Это очень мощно действует на подсознание, и люди начинают все больше и больше покупать у вас. В чем состоит наша задача? Последний пункт, о чем я хотел поговорить сегодня по поводу аватарок, это лаконичность их. Представьте, что аватара, по сути, является первым, что люди видят, заходя в ваш паблик. Правильно? Правильно. Представьте, что вы заходите в магазин, и первое, что вы видите, это вот такой вот большой стенд, на котором размещена различная информация. Так вот, если там будет размещено очень много информации, то в НЛП существует такая штука, называемая гипноз или транс. Ну, транс назовем это. Транс, очень много методов наведения транса, но один из методов наведения транса, это так называемая перегрузка информации. То есть, бывало так, когда вам несколько собеседников, несколько ваших друзей говорят одновременно, вы, так сказать, подвисаете на 3 секунды, потому что ваш мозг не справляется с потоком входящей информации. То же самое бывает и с группами. Когда человек заходит, смотрит на аватарку и видит, что там куча текста, там написано, и социальные сети на полную мощность, и что у них проводится 4 тренинга, и что еще можно доставить эти коробки, и что акции, и что гарантии, и что так далее, и так далее, и так далее, и у него сразу в голове все разбегается, и он испытывает дискомфорт. То есть, он испытывает небольшой транс, и у него сразу в голове такой дискомфорт. Сколько много информации за несколько секунд, давай-ка я уйду отсюда. Поэтому прописываем только основные названия, а все там по поводу гарантии, по поводу доставки и так далее, и так далее, и так далее. Все это пишите в посте, в дополнительных материалах. Поэтому лаконичность всегда испытываем. Поэтому, как вы видите, на всех этих аватарах сделана лаконичность, то есть нет сверх большого количества материала. Дальше переходим к аватарам по мероприятиям. Они немножечко отличаются, но приведу вам несколько примеров. Первый – это Антона Бритвы у нас, любые цели в короткий срок аватара. Второй – это Андрея Рублевского. Третий – это Алексей Толкачев аватар. Первый – это лаконичность. То есть, краткий минимум информации. Если во второй аватаре с Андреем Рублевским мы использовали чуть побольше информации, то мы использовали прием уменьшения шрифта. То есть, вы видите, что у нас часть шрифта сделана меньше, потому что человек сначала видит все, что написано крупным шрифтом, если его это заинтересовало, уже вторым этапом он читает более мелкий шрифт. Один из самых известных дорогостоящих специалистов. То есть, на подсознание у него это все идет так называемыми ступенями. То есть, раз ступени, два ступени. То есть, у него в кучу все не сваливается, дискомфорта у него не стоит. Второе – это четко прописываем даты. Здесь вот телефон, время. И четко прописываем мотивацию. То есть, красивая картинка. Как здесь красивая фотография, там красивая фотография, здесь что-то связанное с деньгами. И все, в принципе. Лаконичность наша – все. Вот, в принципе, все, что можно было рассказать об аватарах. И сейчас, вообще, если говорить об оформлении, об аватарах, многие говорят, зачем мне делать красивые аватары, зачем мне делать красивые оформления. Я всегда привожу такой пример. Представьте, что вы идете по улице и видите два магазина. Первый находится с улицы, такой красивый. А второй находится в подвале. Причем, именно вы знаете, что в этих обоих магазинах очень классный товар. То есть, и здесь качественный, и там качественный. Только один находится в подвале, там плохое освещение, сырость, тараканы бегают. А второй магазин находится на улице. У него красивая входная группа, он украшен шарами и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, вы видите, что большая часть людей заходит именно в красиво украшенный магазин. Хотя вы знаете сами, что и там, и там качественный товар, но большее количество людей идут в тот магазин, который красиво украшенный. Потому что он элитный, потому что он красиво украшенный, сразу видите, что действительно он хороший, хорошая у него организация. То же самое и с группами. Когда мы видим красивые группы и так далее, у нас возникает сразу к ним доверие. То есть мы видим, что здесь все сделано качественно, что это сделано не за полчаса, а так далее, и так далее, и так далее. И все замечательно вызывает доверие, красоту. Так, по поводу вопросов, здесь начали искать нашу группу, их найти не составляет труба, труда, контакты хорошие дадите, но может быть дам. Так, по поводу примеров, в конце, ребята, по поводу рекламы, не нужно здесь давать рекламу, так далее, так далее. В конце будут ответы на вопросы, и там поговорим на эту тему. Следующее наполнение, потому что у нас 150 человек, и сейчас заниматься каким-то одним человеком я не готов во время того, когда я рассказываю на большую аудиторию. В паблике товар продвигать можно, то есть физические коробки, физические курсы тоже являются товаром. Так, наполнение. То есть вы создали группу, паблик или группу, назвали ее, сделали красивую аватару, сделали красивое оформление. Следующее, это мы занимаемся наполнением, то есть вам нужно группу свою или паблик наполнить. Обязательно первое, наполняем фотоальбомы, то есть это различные майндмапы, различные чек-листы, различная инфографика, чем больше, тем лучше. Следующее, это аудиозаписи, это могут быть аудиолекции, аудиокниги, записи вебинаров, записи подкастов, так далее, так далее, так далее. Следующее, это видеозаписи, видео вы замещаете, обучающие видео, там записи подкастов, записи вебинаров, приглашения на свои тренинги. Почему все это делается? За нами было проведено исследование, исследования показали, что порядка 7-15% людей из общего числа, заходящих в группу, возвращаются, чтобы посмотреть фотографии, посмотреть аудиозаписи, посмотреть видеозаписи. Причем фотографии смотрят все больше и больше. То есть мы понимаем, что где-то 10-15% людей возвращаются из нашего медиаматериала. Я понимаю, что когда в группе 500 человек, 10% это небольшая сумма, всего 50 человек. Но когда в группе 10 тысяч человек и 10% это тысячи человек, тысячи человек каждый день возвращаются, чтобы посмотреть наш медиаматериал. Конечно же мы должны побуждать их смотреть все больше и больше и больше. То есть они возвращаются посмотреть наш медиаматериал и так чисто случайно увидели, что у нас на стене проводится распродажа. И взяли и купили. То есть возвращаясь, чтобы посмотреть фотографии, аудиозаписи и видеозаписи, они как правило просматривают наши горячие предложения дополнительно. То есть они заходят в группу и увидят, что у нас проводятся горячие предложения, а значит они больше начинают покупать. Итак, дальше у нас. Следующее по поводу видеозаписи. Мы свою группу по продаже товаров так продвинули. То есть мы продавали товары. У нас был клиент по продаже товаров продукции фирмы Apple. И мы решили переводить зарубежные ролики на русский язык, которые не были переведены и ставили ссылку на свою группу. Таким образом мы за очень небольшой срок набрали порядка 10 тысяч человек, не вкладывая деньги в рекламу. Потому что люди делились своими роликами, делились, добавляли себе на страницы. Ролики были очень хорошие. Таким образом мы здорово продвинулись. Поэтому продвигаться на аудиозаписях, фотографиях и видеозаписях тоже можно. Есть реальные кейсы. И все в ваших руках. Так, здесь пишут, что видео размещать или можно ссылку на YouTube с ним лучше размещать непосредственно ВКонтакте. Как правило, давая ссылку посмотреть только на YouTube, так далее, так далее, так далее, вы снижаете конверсию. То есть если бы ВКонтакте у вас посмотрело 100 человек, то на YouTube посмотрят, как правило, 40 человек. Да, это накручивает вам просмотры в YouTube, но если видео стоящее, если его действительно нужно посмотреть, то лучше загрузить сразу ВКонтакте. Следующее, что можно сделать и нужно сделать, это документы. То есть в раздел документы добавляем различные методички, PDF, чек-листы, лекции, рабочие тетради. Все это обязательно должно быть добавлено. То есть я рассказываю не что можно добавить, а что должно быть обязательно добавлено, прежде чем вы начали раскрутку. Почему? Потому что, представьте, вы начинаете раскрутку, приглашаете людей купить что-то у вас, либо на свой тренинг. Человек заходит и увидит, что у вас там 25 человек, одна фотография и больше ничего нет. А теперь другая ситуация, он заходит, что у вас много человек, опять же о людях мы сейчас поговорим, что у вас очень много фотографий, различные фотосессии, различные инфографики, чек-листы, майндмапы, несколько аудиолекций бесплатных, видеоприглашения на этот тренинг, дополнительные документы в виде программы тренинга. И он сразу видит, что все красиво заполнено, что действительно люди постарались, все это организовано, сделано, что это серьезные мероприятия. Конечно же, конверсия в то мероприятие, которое вот так вот наполнено, будет процентов, наверное, 60-70, обычно показывает лучше. Если нет фото, я уже сказал, что майндмапы, чек-листы, инфографику, просто картинки, которые связаны с вашим тренингом, например, по похудению вы добавляете, либо там по накачке мышц, если у вас тренинг, добавляете красивые картинки качков. Майндмап это, наберите в интернете, посмотрите, интеллект-карты такие, небольшие конспектики, которые делают с помощью определенных программ. Дальше фишка, главный фотоальбом, но здесь ее не будем затрагивать, потому что она у нас используется только в группах. В группах главный фотоальбом, когда вы заходите на главную страницу группы, там последние фотографии, загруженные в альбомах, отображаются на главной странице в группе. Так вот, они должны быть самыми замечательными. То есть, наоборот, люди поступают, с самыми последними загружают самые плохие фотографии, а нужно загружать самые красивые, чтобы они отображались на главной странице группы очень красивыми. Дальше, первые пять постов с помощью таймера. Я уже говорил, как только вы создали встречу, группу, паблик-страницу, вы сразу же должны средить хотя бы первые пять постов и добавить. То есть, не начинайте раскрутку, не показывайте этот паблик своим друзьям, пока у вас нету, блин, пяти-четырех постов на стене. То есть, должны быть информативные посты, мы чуть попозже поговорим, что мы должны добавлять. Следующий – это раздел ссылки. Это уже чуть попозже. Наверняка многие видели, что под участниками есть раздел ссылки, куда можно добавить ссылку на свой сайт, куда можно сдавать ссылку на подписную страницу, на отзывы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы дополнительно показываем людям блог с дополнительными кнопками и ссылками. Это тоже нужно заполнять. Так, это структурированные логические опорные схемы, созданные на основе определенной информации. Лариса пишет, ну, научное название MindMapCart вот такое. Вот, замечательно. Следующий, ребята, это создание активности. То есть, вот вы наполнили свой паблик, теперь вам нужно создать активность. Напоминаю пример, когда вы начинаете раскручивать, и заходите, и нет ни одного поста, и ни одного лайка нет. Или есть посты, там в группе 5000 человек, но лайков нет, и вы понимаете, что это боты. Вот, вы видите, что вообще человек так устроен по НЛП и вообще по психологии, что ему первому очень сложно сделать первый шаг. То есть, если у вас создана тема, например, ваши вопросы, то первому человеку написать первый вопрос очень-очень сложно. А если он видит, что там уже 15 вопросов, то 16 ему проще как-то написать. Ну, блин, уже 15 человек было, вот я 16 напишу. То же самое поставить лайк. Первому человеку лайк сложнее поставить. Я понимаю, что на посознании все работает, чем нежели уже там есть 550 лайков, и он поставит 551 лайк. Вот. То же самое касается и вопросов, комментариев. То есть, первому всегда человеку сложно оставить обратную связь. То есть, написать комментарий, оставить отзыв, так далее, и так далее, и так далее, и все остальное. Поэтому, раскручивая свои какие-то подписные страницы, раскручивая встречи, паблики, мы уже должны сделать все эти начальные комментарии, начальные отзывы, начальные лайки. Для того, чтобы как только мы начали рекламные действия, человек зашел и увидит, ага, уже несколько вопросов есть, уже комментарии есть, все есть. Ему проще будет сделать дальнейшие шаги. Вот, сейчас на вопросы отвечу. Первое, у вас должны быть отзывы. Собираете тему отзывы и собираете отзывы со своих знакомых, с участников тренинга, и так далее. Я не буду рассказывать вам, где отзывы брать, вы прекрасно знаете. Со своих друзей. Но отзывы должны быть, отзывы должны быть хорошие, продающие. Чем больше отзывов, тем больше продаж. То есть, у вас должна быть обязательно тема, и они обязательно должны быть. Как минимум, 5-10 отзывов. Следующие, это опросы. Обязательно используем опросы. То есть, как только вы размещаете материал на стене, начинаете раскручивать, и так далее, и так далее, и так далее. Вы спрашиваете у своих людей. Спрашиваете, подходит ли им цена. Спрашиваете, а может быть им было бы интересно какой-нибудь еще дополнительный тренинг. А может быть у них какие-то есть вопросы. То есть, опросы мы постоянно делаем. Следующие, это вопросы. Что из опросов следует, это вопросы. То есть, вы, как я уже говорил, спрашиваете. То есть, это вместе пункты связанные. Постоянно спрашиваете, спрашиваете, спрашиваете. Так называемый в маркетинге call to action. То есть, мы призываем людей сделать какое-то действие. То есть, постоянно. Не нужно спрашивать в каждом посте, когда им надоест. Спрашиваем их мнение. Спрашиваем, как бы они поступили. Спрашиваем ситуацию в их бизнесе. То есть, можно очень большое количество вопросов сделать. В пабликах можно создавать обсуждения? Да, можно. Для интернет-раскрутки магазина такая же активность нужна. Если вы раскручиваете во ВКонтакте, то да. Как увидеть количество лайков в сообществе? Я говорю конкретно о количестве лайков под каждым постом. Если количество лайков в сообществе, то можно там по статистике посмотреть. Дальше обратная связь. Что такое обратная связь? Это значит, если люди оставляют комментарии, то вы должны им также отвечать. То есть отвечать спасибо за отзыв, спасибо за ваш вопрос. Отвечать на вопрос, потому что я вижу многие сообщества, администратор видит, что им написали какой-то вопрос на стене, но они не проявляют должной активности. То есть они не отвечают на вопрос, либо через несколько дней начинают отвечать. Это очень сильная ошибка. Нужна оперативная обратная связь. Второе это 20-30 начальных комментариев. Так, 20-30 начальных комментариев. То есть, как я уже говорил, прежде чем начинать раскручивать свою встречу или сообщество, вы должны попросить своих друзей, своих знакомых, своих подписчиков или где-нибудь заказать эти комментарии. Биржев, заказы, комментарии, даже для ВКонтакте очень большое множество. Заказать эти комментарии. То есть у вас первый вопрос уже должны быть. Первые люди, которые говорят, что возможно я подумаю и куплю и так далее, у вас уже должны быть. То есть, все должно быть сделано так, чтобы человек зашел и видел, что у вас уже 10 отзывов, уже 30 комментариев, уже есть лайки, уже 5 постов. И у него не создастся впечатление, что эта группа была создана буквально вчера и ей не стоит доверять. Когда у вас наполненная группа, активная, хотя бы вот эти вот начальные действия. Я говорю, что это сделать очень несложно. Даже если кто-то не владеет такими сервисами, попросить своих друзей, это делается буквально за 2-3 дня. Но если начинать раскручивать пустую встречу, без наполнения, без активности, без оформления, и наполненную с активностью, с комментариями, с отзывами, с лайками, с красивой аватаркой встречи. Я думаю, вы сами сейчас знаете, какая конверсия будет между той и той. Дальше. Можно ли ВКонтакте раскручивать интимные товары? Да, можно. Хорошо, и тут нормально бывает. Где можно почитать подробную разницу между пабликом и группой? Я объяснил подробную разницу. Если у вас какие-то есть особые нюансы, либо свое направление, можете написать вопрос, я на него отвечу. Как получить первую вступивших и первую активность? Я уже только сейчас объяснял. Вы можете попросить своих знакомых, своих друзей написать у себя на стене ВКонтакте, что вы делаете проект, и что попросить. Или заказать на каких-то биржах. Есть от вега, фриланс, так далее, так далее, так далее. То есть вариантов очень большое множество. Следующее – это лайки, репосты. То же самое. У вас должно быть хотя бы небольшое количество лайков, небольшое количество репостов. Это должно быть обязательно. Контент 3-4 материала в день. 3-4 материала в день. Кто-то спрашивал про контент, начинаем потихоньку говорить. 3-4 материала в день – это используем для тех периодов, где уже началась раскрутка. То есть вот вы начали раскрутку, вот вы продвигаете свой паблик, и тогда у вас должно быть 3-4 материала в день. Когда у вас нет раскрутки, блин, 2 человека в день заходят, зачем вам мучиться и подбирать по 3-4 материала в день. Дальше размещение блока ВКонтакте у себя на сайте, это чуть попозже поговорим сегодня. Страница и паблик – это одно и то же. Скорее, паблик-страница – это одно и то же. Страница и паблик, в принципе, да, одно и то же. Опять же, что подразумевать? Кто-то под страницей подразумевает свой профиль ВКонтакте. У нас есть два направления. Это сообщество ВКонтакте, то есть группа, и паблик-страница. Ну, паблик или постраница. Дальше, нужен ли уникальный контент? Чуть попозже поговорим. На начальных этапах не особо нужен, при рекламе чуть-чуть нужен. Можно использовать ссылки из статьи своего сайта в качестве контента. Ссылки на статьи из своего сайта? Ну, нет, скорее, нужен нормальный контент. То есть не нужно говорить, что вот у нас два предложения с нашей статьи, остальное вы прочитаете на моем сайте. Это получается, что вы людей как бы постоянно посылаете на свой сайт. Но этого делать не нужно, потому что какая у вас задача стоит? Например, задача у вас стоит послать людей, сделать так, чтобы люди купили тренинг. Соответственно, все внешние переходы с группы или с паблика на какой-то сайт должны быть ввести на продажу вот этого тренинга. Дальше, в паблике закрыта стена. Не во всех пабликах закрыта стена. Количество лайков, репостов, Владимир Б. Поясните, что вы подразумеваете. Какое ограничение по ссылкам на стене сейчас в паблике? Ну, сейчас пока сильных ограничений нет. В крупных пабликах там бывает до трех материалов в день. То есть у вас не крупный паблик, и для вас никаких особо ограничений не будет. Но я сказал, что все ссылки, если вы продаете какую-то коробку, либо тренинг и так далее, и так далее, и так далее, должны ввести внешние ссылки именно на посадочную страницу, либо на страницу, где продается. То есть если вы продаете тренинг, не нужно в день постить и размещать 10 ссылок на ваши статьи, потому что пользователи убегут, ваши статьи почитают, скажут, нафиг, больше никуда не буду заходить на сайт. Понравился. Вот. По поводу на один пост количество лайков для оптимума и репостов, и что активнее? Поначалу хоть сколько, главное, чтобы они были. Потом уже, когда большой паблик, есть определенные формулы, но сейчас о них все равно не стоит говорить, потому что там это при больших объемах. Для начала, не знаю, до тысячи человек в группе, до двух тысяч человек в группе, там 3-5 лайков, 2-3-4-5-10 репостов, замечательно. Чем больше, тем лучше. Как со мной спартнериться, в конце тренинга поговорим. Следующие, ребят, мы переходим. Это у нас очень интересная штука, очень кропотливая штука. Здесь у нас много новичков, для них это будет очень полезная информация. Надеюсь, здесь есть те люди, которые уже работали в ВКонтакте, которые уже давали объявления ВКонтакте и работали в этом направлении, потому что сейчас будет одна из интересных информаций, которая, в принципе, сейчас в интернете не распространяется, потому что это не паблик информация, то есть в открытом доступе ее нет. И замечательно, рад вам представить новую схему рекламы в крупных сообществах. Что такое реклама в крупных сообществах? Когда вы заказываете рекламу в больших сообществах и, соответственно, с них получаете выгоду. Так, Максим, вы планируете запись этого вебинара? Да, конечно, запись ведется, вам она будет отправлена завтра, послезавтра. Как она обработается. Итак, наверняка вы во многих сообществах, если вы есть ВКонтакте, видели рекламу различных тренингов, различных подписных страниц, различных тренингов, семинаров и так далее, и так далее, и так далее. Вот я вам привел типичный пример рекламы в крупном паблике. Вот, можете почитать объявление вместе со мной. Пошаговый руководство Азбука Инфобизнеса поможет узнать, как создать собственный инфобизнес без труда, как настроить денежные потоки, как быстро заработать миллион в интернете. Сказайте прямо сейчас, и вот эта вот пресловутая картинка, там, с каким-то товаром, со стрелочкой, и с текстом забирайте прямо сейчас. Вот такое вот нафиг делать не надо. Сразу говорю, конверсия будет ничтожная, потому что таких объявлений очень большая куча, и они практически не дают выхлопа. Вот благодаря таким объявлениям в интернете куча сейчас отзывов, что ВКонтакте не работает, что со ВКонтакте нельзя набрать хорошую подписную базу, что нельзя набрать народ на тренинги, и так далее, и так далее, и так далее. Все это вот благодаря вот таким вот неумельцам. Сейчас я покажу примерно графика ложевая. Ну, как минимум графика ложевая. Это самое первое, я согласен. Все остальное. Сейчас покажу, как делать надо. Это одна из наших последних разработок, что сейчас используется. Аж бесит, согласен. Если вы умеете рекламировать, почему на нашей конференции не так много людей? Эту конференцию не я рекламировал, это по партнерской базе. Меня попросили провести по базе финанс-консалтинг. Соответственно, все подписные письма и все остальное было сделано ими. Ну, вот и все. Мне хватает народу на моих тренингах, на моих мероприятиях, и так далее. А я лишь вам рассказываю о знаниях. Кому неинтересно то, что я рассказываю, Welcome to Excite. Можете нажать вон крестик сверху справа. Вот так. Итак, ребят, на сегодняшний день у нас актуальная информация. Никакой тренинг сейчас еще не продаю. На сегодняшний день у нас актуальная информация, актуальный вид размещения рекламы, и это скрытая реклама. Вот здесь несколько человек спрашивали по поводу актуальности размещения, сколько ссылок можно размещать, и так далее, и так далее, и так далее. Я так понимаю, они уже в теме. То есть сейчас идет такая, так сказать, эпоха, эра, когда вконтакте... Очень интересно, пишет замечательно. Когда вконтакте размещается скрытая реклама. То есть на первый взгляд человек не понимает, что ему предлагают какую-то коммерческую рекламу, там предложение на какой-то тренинг, либо что-то такое. Вот. То есть на первый взгляд люди не понимают, что им вот сейчас впихивают товар, как с первым объявлением. Я сейчас к нему вернусь, можно посмотреть, что здесь на первый взгляд все видно, что им предлагают вот эта вот стрелочка пресловутая, которая у всех инфобизнесменов используется. и там вот такую вот небольшую коробочку, да, забирая прямо бесплатно. Вот сейчас это всех раздражает, очень мало людей делают. А вот здесь вот вы видите, что на первый взгляд даже по как бы картинке можно судить, что вроде бы никакой стрелочки нет, вроде бы не пишут, что там что-то бесплатно, и так далее, и так далее. То есть мы делаем скрытую рекламу. До прочтения самого текста скрытой рекламы невозможно понять, статья это интересное, или предложение какое-то коммерческое. То есть как только человек прочитает текст, он поймет. Вот. До того, как он прочитал, вот непонятно, предлагают здесь или не предлагают что-то купить, а может быть это статья. Супер пишет. Да, замечательно. В том и дело, что вот в прошлом, и сейчас вернусь опять, в прошлом здесь уже сразу видно, здесь человек даже текст не читает, он просто видит, что стрелка, забирая бесплатно и коробочку курса, и он даже не читает текст, он даже не смотрит подписную страницу, он просто отказывается в основном. А вот здесь вот, да, со скрытой рекламой, он смотрит, и вот просто вы прочитаете, видите, изображен новая модель HTC телефона. И дальше текст. Как и где купить последние новинки 3-5 раз дешевле. То есть подразумевает, что какая-то техника, там iPhone, HTC и так далее, и так далее, в этом статье будет говориться, где их купить дешевле. Есть что-то о семинаре здесь в картинке? Нет. Есть, там, что-то забирая прямо сейчас бесплатно? Нет. Причем мы не врем этой картинке, мы не обманываем их. Сейчас я приведу полный текст этого, этой статьи. Здесь рассказывается, что ни для никого не секрет, что сейчас, по-сознамому, все телефоны производятся в Китае, и что в Китае их можно купить намного дешевле. И в своем семинаре, о котором мы скоро будем говорить, мы расскажем, где найти эти телефоны подешевле, как их купить. А возможно, быть может, вы захочете эти телефоны перепродать. То есть вы купите себе, и может быть у вас возникнет идея эти телефоны перепродать. Так вот, на семинаре мы вам тоже немножечко расскажем, как эти телефоны грамотно перепродать. То есть этот семинар, грубо говоря, посвящен продажам из Китая. То есть человек покупает, помимо телефонов, но мы здесь говорим, что мы еще помимо телефонов вам расскажем, как все это классно покупать. Он покупает товар из Китая и продает у себя здесь в России за большую сумму денег. Но все это преподнесено, как бы, что мы вам расскажем, где купить телефоны и новинки. В 3-5 раз дешевле. Как вы видите, это скрытая реклама, и конверсия у них где-то в 60-70% выше, чем у обычной рекламы. Это один из немногих секретов, которые мы используем при каких-то подвижениях мероприятий, и тренингов, и так далее, и в действительности вау, такую фишку забирают целиком. Ей немногие сейчас пользуются, это эксклюзивная моделька, вот только-только мы и еще несколько человек пользуемся. И действительно, люди, хотя бы, даже может быть, если не вступят, то они прочитают ваш текст. А уже там другая модель идет. Если человек читает ваш текст, уже идет модель, чтобы с помощью текста заинтересовать его. Если в первом случае, в неправильном, человек даже не читает текст, поэтому, как бы мы красивый текст не писали, как бы там крючки не использовали, там проблемы, все остальное, он не читает текст. А здесь он читает текст, и мы уже с помощью текста можем на него надавить. Вот сейчас приведу пример полного текста этого. Было несколько вариантов, это первый вариант, один из вариантов. Вы одеваетесь в магазинах, переплачивая 300% и более, ту же самую одежду можно купить порой в 10 раз. То есть, мы не говорим, что мы там что-то им расскажем, мы говорим, что, блин, можно купить дешевле, короче, и вот здесь вот мы расскажем. Потому что, как бы в статье, ну, логически в статье долго описывать, а вот здесь вот вы придете и мы расскажем. Вот в нашем вебинаре мы расскажем секреты работы с Китая. Есть простой вариант, более простой вариант. У меня есть один из тенингов, присылается 300 тысяч рублей на продажу товаров ВКонтакте. Мы его делаем тоже через скрытую рекламу, то есть рекламируем через ВКонтакте. Вот у меня спрашивал, почему мы не рекламируем? Мы рекламируем. Вот. Это простой вариант. Здесь мы не заморачивались, здесь простой текст и простая картинка. Но мы не пишем там, как заработать, приходи, бесплатный вебинар и так далее. Простая картинка, цепляющая, то есть изображен золотой фон. Причем мы не заморачивались, есть более лучшие картинки, здесь особо не заморочено. Золотой фон, кошелек с деньгами и как увеличить зарплату в два раза. Все, все. Конечно же, многие люди там понимают, что сейчас им не дадут волшебную таблетку, но так или иначе они начнут читать текст. А для меня и для всех остальных это самое главное. Когда только они начинают читать текст, уже в тексте мы делаем особые крючки, чтобы зацепить людей. То же самое, если вы не понимаете, что денег требуется все больше и больше, а понимаете, а погибать работу, терять стабильный заработок, неосознанности, у нас есть идеи. То есть не навязчиво там, про текст сейчас не буду рассказывать, это отдельный вебинар на два часа. Но в общем, наша задача сделать через крипторе рекламы, чтобы люди, увидев картинку, увидев текст, не бежали, как сейчас от всех инфобизнесменов, блин, очередной инфокурс, очередной бесплатный курс, очередная бесплатная херня. Чтобы они прочитали текст, зашли по нашей ссылке. Книги по рекламе, ну в конце поговорим. Сейчас не буду перебивать. То есть вот такая вот скрытая реклама, и сейчас пользуются немногие, даст именно наилучшую конверсию среди, если вы используете этот инструмент по рекламе в крупных сообществах. Какая конверсия у этого объявления, ну сейчас цифры не буду оглашать, это совсем индивидуальные. Вот, ну так скажу, что получшего раза два, чем у Яндекс.Директа. Вот, средний подписчик нам обходится где-то от 7 рублей, от 5 рублей до 20-25 рублей. То есть смотря какая ниша. Опять же, по какой-то нише мало товаров. То есть мы работаем по многим нишам, я многим помогаю по инфобизнесу. Вот, в Яндекс.Директе, не знаю как у кого, у нас подписчики обходятся где-то по 30 рублей, по 35 рублей, ну бывает там по 27, по 25, но смотря эту сложную нишу в ВКонтакте и всем остальным уже ниши заняты и много конкурентов. Вот. Дальше, ребят, говорил про виджет. Все забывают, очень простой шаг, но, опять же, запишите его и обязательно сделайте в первых шагах. Вот первое, что можно и нужно разместить вот такой вот виджет. То есть вы у себя на сайте, надеюсь, у вас у всех есть сайт или какие-то там одностраничники. Первое, размещайте форму комментариев ВКонтакте. На самом деле, многие говорят, знаешь, я использую там стандартную форму, она мне лучше, но, как показал опыт и показала практика, форма комментариев ВКонтакте всегда нужна, потому что очень большое количество людей, так скажем, больше половины людей, порядка 70-80% всего населения, которое пользуется интернетом, используют ВКонтакте. Это живая статистика. И что действительно, прикручив такие комментарии ВКонтакте, люди начинают больше комментировать, потому что им надо заходить, логиниться, что-то делать там. У них уже все залогинино, они просто текст написали, отправили и все. Это замечательный способ, и я всем его советую внедрять на свои сайты. Второе, это вот такой вот виджет, то есть вы на каждый сайт на свой можете повесить вот такой вот небольшой виджет, небольшой такой, как установить виджет, заходите во ВКонтакте, например, нажимаете мои настройки, чтобы у вас страница постоянно не бегала, спускаетесь в самый низ, и вот снизу есть строчка там ВКонтакте 2013, русский Павел Дуров, и над ними есть небольшая менюшка там о себе, помощь, правила, реклама, и вот кнопка разработчикам. Выбираете разработчикам, дальше здесь выбираете иконку вот с экраном, авторизации и виджеты для сайтов, и здесь уже разбираетесь. То есть сейчас долго очень объяснять, здесь выбираете сообщество, ставите простейшие настройки, блин, в Яндексе наберите очень большое количество статей на эту тему, и там все разжеванное, даже видео много снято, и все понятно. Что это делает? Делает так, что люди, заходя на сайт, видят, что у нас есть сообщество, видят примерно их участников и могут прям с сайта подписаться на него. То есть они могут даже не заходить во ВКонтакте, просто нажать кнопочку на сайте подписаться, и они автоматически будут подписаны в ваше сообщество. То же самое, вместо участников можно выводить последние записи. То есть вместо участников, вот у меня здесь выведены участники, это мой блог, можно выводить последние записи. Плагинов под ВВП сполно. Ну да, то есть можно выводить без плагинов. Вот у меня в виджетах выведено. Это обязательно, пожалуйста, не забывайте. Конверсия сайта в группу бывает очень-очень большой и очень-очень хорошей. Следующее по поводу контента вам такая небольшая методичка по помощи. У нас спрашивали, я вам подготовил чуть-чуть, чуть-чуть, как только вы начинаете развиваться, как только вы начинаете активно продвигать свое сообщество и так далее, и так далее, и так далее. Первый – это аудио и видео подборки один-два раза в день делаете. Вот, если у вас активно идет реклама, вот, то делайте аудио-видео подборки. Аудио что такое там? Музыка для тренировки, расслабляющая музыка, чтобы сейчас расслабиться. Ну, так расслабление. Видео подборки, мыть вижущее видео, блин, видео по Яндекс.Директу, видео по настройке воронки продаж, так далее, так далее, так далее. То есть аудио-видео подборки. Один-два раза в день это я беру хорошо развивающее сообщество, когда там в день заходят люди, там минимум 500 человек, по 1000-1500, и вы обновляете контент. Это нет, Список книг один раз в три дня. То есть список книг даете, там, немножечко книг по рекламе, немножечко книг по саморазвитию, немножечко книг по маркетингу, так далее, так далее, так далее. То есть вот в вашем паблике это будет замечательно. Дальше событийные посты под каждое значимое событие, но не реже двух раз в месяц. То есть какие-то праздники, возможно у вас компания, возможно у вас распродаж, возможно у вас день рождения, так далее, так далее. То есть 9 мая, 23 февраля, 8 марта, все это обязательно используем, делаем там по 9 мая список песен, список открыток. Люди это очень любят. Почему все это я написал? Потому что вот эти вот штучки, они являются наиболее вирусными. Если кто не знает, что такое вирусные, значит люди их сильно любят, они больше всего их лайкают, больше всего комментируют и больше всего делают репосты, то есть делятся с друзьями. То есть вот этими штуками, которыми я написал, поэтому внедрение данного контента увеличивает вашу вероценность, увеличивает ваш входящий поток трафика и вы не затрачиваете на это никаких денег. И люди любят ваше сообщество, вашу паблик страницу. Дальше ценные списки. Ценные списки это там список полезных вещей, что нужно делать за свою жизнь, список полезных фильмов, список полезных фильмов о мотивации, о бизнесе и так далее, и так далее, и так далее. То есть это какие-то списки фильмов, музыки, тексты там не знаю чего, которые будут очень полезны вашей аудитории. Один раз в день в два, то есть внедрять это. Ну примерно здесь цифры даны. Дальше письма счастья это месяц-два. Что такое письма счастья? Это очень наивная штука, но порядка 30-40 людей на это ведутся, так скажем. Делайте большую красивую картинку, там это фиолетовый слоник, добавь его к себе на страницу и у тебя на следующей неделе будет дополнительная тысяча рублей или пять тысяч рублей. Это так называемые письма счастья, то есть вы делаете какую-то штучку, говорите добавь ее к себе на страницу или репост и у тебя будет что-то там дополнительные 500 подписчиков базу, дополнительные пять продаж, не знаю, дополнительные пять знакомств с девушками. То есть что-то, что мотивирует людей добавить этот материал к себе на стену. То есть я понимаю, что не все ведутся, но порядка 30-40% обычно из общей аудитории фаблика на это ведутся и это здорово увеличивает. То есть их друзья начинают видеть, их друзья друзей репостят и так далее, и так далее, и так далее. Вирусная волна пошла, 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 и замечательный входящий поток трафика создает без каких-либо вложений денег. Так, ребят, обещал рассказать по бесплатному продвижению, сейчас буду рассказывать по бесплатному продвижению. Так, вот почему у вас мое письмо счастья и у меня будет письмо счастья у нескольких подписчиков. Дальше, бесплатные методы раскрутки. Итак, несколько, на самом деле, тезисов, на самом деле, методов очень-очень много. Перечислю несколько штук, самых актуальных, может быть. Первое, это собираем себе команду. То, что я делал, то, что ребята мои все знакомые делали, вы окружаете себя людьми, которые тоже заинтересованы вашим проектом, либо заинтересованы в том, чтобы работать ВКонтакте. То есть, те знания, которые вы получили на вебинаре, например, это очень хорошее знание, не все их могут получить, где-то в интернете статьях их не найдешь. Все знания, которые вы получили где-то на тренингах, вы можете ими делиться с окружающими, они взамен вам могут помогать. То есть, это определенная схема всегда работала. Команда, скольких человек, обычно двух-трех для начала хватает. Это не значит, что вы должны нанимать сотрудников. Если вам бюджет позволяет, конечно, можете нанять сотрудников. Но обычно я советую нанимать людей, которые просто либо за опыт, либо за знание, то есть, если вы их чему-то обучаете, они параллельно взамен бартером помогают вести вам ваш проект. Либо это какие-то студенты, которым вы платите 200-300 рублей, и они выполняют ряд действий, которых вы им скажете. Или там проценты от продаж. То есть, я, если у вас не хватает бюджета, если у вас небольшой бюджет, не советую для начала нанимать команду, просто окружайте себя людьми, которые взамен вам могут чем-то помочь. Я вам советую использовать взамен знания по социальным сетям, по продажам, по вашему продукту. И, соответственно, аутсорсите, то есть, отдаете им часть работы. Всю работу не получится отдать, нужно будет контролировать. Сейчас чуть-чуть поговорю о одном методе, вот его можете полностью отдать на аутсорсе таким человекам, таким людям, такой команде, она будет замечательно заниматься. Следующий инструмент бесплатного продвижения, это нанимаемся работать в пабликах сообществ. Как вы знаете, сейчас очень большое количество крупных пабликов, очень большое количество крупных сообществ. Как вы видите, там в день, блин, бывает по 20-30 записей, вы понимаете, что это отборный контент, а не просто картинки с интернета. Вы понимаете, что это подбирает люди, и что это несколько людей, и им постоянно нужны редакторы, которые будут искать этот контент и размещать. Так вот, сейчас уже поменьше стало, раньше был такой бум. Это с год назад, я многим ребятам говорил, говорю, пишите крупным владельцам, пабликам, что вы хотите у них поработать, помочь им с подбором контента. Вот, правило, они взамен предлагают, ну, если вы нормально себя покажете, если вы адекватный, грамотный, там, либо тестовый период, либо что-то еще пройдете, либо покажете, то вас возьмут, и, как правило, вам предлагают либо деньгами, либо баннером, бартером. Вот, бартером самая замечательная штука, то есть, у меня много ребят, порядка двух-трех друзей, которые нанимали, один нанялся работать в 100-тысячный паблик, а два других, значит, ну, 300 тысяч, по-моему, человек было. Так вот, они в течение месяца помогали каждый день им с контентом, а взамен администратор вместо денег разрешил им один раз бесплатно рекламироваться в их паблике, то есть, в этом паблике. Теперь представьте, вы в течение месяца работаете в этом паблике, а взамен вам каждый день разрешают бесплатно рекламироваться. В среднем реклама в таком паблике стоит 800-1000 рублей. Представьте, что вы 1000 рублей махом экономите. Это первое. То есть, вы просто работаете, тратите свое время, ну, обычно это уходит полтора-два часа в день, а взамен у вас каждый день по 1000 рублей реклама уходит. Второе, если у вас все нормально настроено, то представьте, в крупном паблике, там, 100 тысяч человек или 300 тысяч человек, у вас идет каждый день реклама на вашу группу. Конечно же, у вас, если все нормально, пойдут продажи вашего товара, пойдут продажи вашего курса, так далее, так далее. Это как договоритесь, Кристина, то есть, я говорю, год назад вы практически договаривались на каждый день. Я сейчас не знаю, не могу сказать, потому что это же люди лишают, но много-много таких живых примеров и обычно так на каждый день договариваются. Вот, и вы представьте, что вы рекламируете свой товар, рекламируете свою услугу каждый день. И, конечно же, входящий поток трафика идет мощнейший и продажи идут мощнейшие. Следующий вариант это взаимореклама. То есть, взаимореклама в данном случае, когда вы находите подобные какие-то там сообщества, подобные группы, подобные и так далее, и так далее, и так далее, и обмениваете с ними репостами, обмениваете с ними ссылками. То есть, вы говорите, что ты продекламируешь меня, я продекламирую тебя. Это бесплатно, вы находите плюс-минус две-три тысячи от своего сообщества. Если у вас сообщество или в паблике десять тысяч человек, то лучше находить там тринадцать или двенадцать тысяч, либо девять тысяч. То есть, если у вас сообщество десять тысяч человек, не нужно обмениваться с трехтысячным сообществом. это не выгодно для вас получается взаимореклама работает до сих пор по секрету всему свету все владельцы крупных пабликов которые 200 300 400 тысяч человек они практически каждый день обмениваются с другими крупными паблики вот таким вот репостами так далее так далее вот то есть это у них априори стоит и не деньги не платят друг другу они просто друг друга рекламируют вот и таким образом них и у первых растет подписчики и у вторых растут подписчики все делается бесплатно следующая ручная рассылка то есть вы просто берете и руками грубо говоря начинаете рассылать спам да есть блокировка да вас забанят там через определенное количество времени но как правило первое что я могу сказать пишите всегда нестандартно пишите подружески то есть если вы планируете привести какой-то товар либо какую-то услугу не пишите привет у меня есть такой товар покупаю у меня его вы можете написать привет такой-то такой-то знаешь вот я хочу привести такой-то товар либо хочу там не знаю набрать секцию по кроссфиту либо хочу провести тренинг не знаю будет ли он популярен у нас там фуфе в владивостоке скажи вот если бы он проводился тебе бы было интересно либо ты пошла на него либо какую стоимость бы ты назвала то есть вы как бы спрашиваете ее мнение и на заднем плане предлагаете свой товар свою услугу свой тренинг и это так называемый также тест то есть вы понимаете насколько хорошо ваша аудитория реагирует на ваш товар и опыт показывает что ребята у нас сделали это во время тренинга и где-то из 30 сообщений из 35 23 заказа 23 обращения не обычно получают то есть не говорят что да интересно бы было а дальше уже делать практики чтобы закрыть этого клиента на здесь уже кто-то договорится вручная рассылка тоже работа следующая эта работа с аккаунтами о чем я сейчас хотел бы вам рассказать опять же информация нет который где-то на сайтах то есть она не распространяется можно сказать что я практически сам рассказываю ее нет я уже рассказывал ее на вебинарах но нигде ее нельзя найти кроме записи этого вебинара так работа с аккаунтом и что такое работа с аккаунтом возможно это вашему немножечко серый метод способ да это серый метод способ когда вы создаете дополнительные аккаунты социальные сети вконтакте делаете их очень красиво и с помощью них продаете свой товар продаете свою услугу продаете свои тренинги приглашаете людей к себе на паблик страницу вот сейчас поговорим как сделать все это правильно и успешно так ребят работа с аккаунтами такая замечательная картинка например и фейсбука связанная с аватаркой здесь первая аватарка одетой девушки у нее здесь ничего нет а здесь аватарки в купальнике у здесь сразу мега много приглашений в друзья мега много сообщений так далее так далее так далее это один из тезисов как собирать большое количество целевой аудитории к себе на странице так чек-лист работы с аккаунтом и так напоминаю что такое аккаунт это вот ваш есть профиль вконтакте у вас личный и вы делаете еще дополнительные почему это бесплатно и потому что в принципе вам только нужно время и свободная симка на которую можно зарегистрировать аккаунт вот и все первое что нужно делать это регистрировать на настоящую фамилию имя настоящую не в смысле вашу или там ваших близких а в смысле чтобы вы в имени не писали щебень оптом поросята оптом доставка цветов в уфе как многие пишут парфюмерия там похудеть за 12 дней так далее так далее так далее вы пишете там анастасия иванова анастасия волочкова анастасия дмитриева неважно столько сколько-то сколько аккаунтов один аккаунт на одну симку можно вот то есть в данном случае вы не пишите ни щебень не поросята не роза потому что при активной доставке ой раскрутки вас забанит вконтакте вам нужно нормальное имя и нормальная фамилия что-нибудь подберете я думаю что всех смекалки хватит дальше настоящие фотографии несколько альбомов где брать фотографии сами подумайте вконтакте можно у кого-нибудь чуть-чуть взять можно на сервисах знакомств на мамбе а лав планет на live journal и взять то есть главное чтобы были настоящие фотографии то есть вы не делали страницу и размещают каких-нибудь котиков собачек на аватарку важно чтобы стояла нормальная настоящая фотография и в альбомах еще было несколько фотографий это вызывает доверие сколько аккаунтов надо где сдать где взять столько симок все покупать так я же не сказал что вам нужно 50 обычных начала хватает двух-трех аккаунтов вот первое второго как правило у своих родителей там бабушек дедушек окружения не у всех симки зарегистрированы на вконтакте то есть окружение вы точно такие симки следующая информация заполненная в соответствии с целевой аудитории в данном случае это один из важнейших параметров я вам говорил в начале мы определяли что мы свою целевую аудиторию делим на сегменты вот и сейчас для каждого сегмента по поводу извините что перебил по поводу готовых аккаунтов у вас к этим готовым аккаунтом не будет доступа то есть обычно если забанили аккаунт вы можете восстановить его через телефон а если вы купите то у вас только логин и порой телефон не будет и при мгновенной блокировки вы его не сможете восстановить первое второе все купленные аккаунты как правило продаются не в одни руки они подаются несколько рук и этот аккаунт так или иначе забанится через какое-то время и так вспоминаем наши сегменты вспомните мы про сегментировали нашу целевую аудиторию то есть поделили ее на определенные фокус-группы так скажем и так сейчас приведу пару примеров вот представьте мы продаем какой-то товар для молодежи как вы думаете какой нужно профиль создать чтобы люди молодежь интересовались им продаем там для девушек либо для парней подростков мы заполняем там любимые фильмы сумерки три метра над уровнем неба гарри поутер там голодные игры музыка там клубные dfm различные драм-н-бас то есть мы заполняем свою информацию от молодежь от среднестатического подростка так далее и так далее логинку и 9090 вот если у вас с бизнес тематика связана то создаете либо бизнес-леди либо бизнес-бизнесмены то есть у вас там инвестирование финансы в книгах дональд трамп джек трамп и так далее так далее то есть лек тиньков там то есть вы пишете что у вас за счет информации люди считают вас и понимают что вы связаны с бизнес сейчас все расскажу по поводу вопросов это самое важное что вам нужно запомнить с аккаунтами заполняете под свою целевую аудиторию если у вас люди более старшего возраста так скажем прошлого поколения там 90-х 80-х вы заполняете там азори здесь тихий там шифутинский музыку так далее то есть в данном случае вы четко должны подбирать контент потому что если люди будут видеть что принципе вы у вас аккаунт женщины под 40 лет у вас там все молодежное все такое у них немножечко несостыковка будет я не говорю что такого не бывает правило у людей бывает несостыковка как друзей приглашать что вы не знаете как друзей добавлять заходите в аккаунт выбираете свою целевую аудиторию ставите там уфа москва девушки от стальки до стальки то так далее так далее и посылайте им заявку друзья сейчас расскажу как сделать так чтобы конверсия была все больше больше и больше и так первое это 100 200 начальных друзей добавляем своих знакомых пишем что блин это я только под другим аккаунтом его где-то заказываем добавление либо просто всем по порядку посылаем заявки друзья и ну много очень людей просто так было принимают заявку друзья то есть понятно что конверсия будет небольшой так или иначе нужно набрать первые 100 200 начальных друзей перед активной рекламной кампании можно день заказать накрутку этих друзей то есть полно сервиса вот почему это делается потому что приведу свой пример когда мне добавляется друзья человек в основном незнакомый я захожу и смотрю его страничку очень часто если я вижу что там двадцать семь друзей и что там нет какой-то нет ни одной записи нет я понимаю что это вот я не добавляю друзья если вижу что там большое количество друзей что какие-то есть люди знакомые еще есть информация интересная то я добавляю друзья потому что при заполненной информации при нормальном количестве друзей при активности при живой обратной связи о чем я сейчас объясню практически невозможно определить что этот человек является ботом то есть искусственно созданная профиль ну вот и все наша задача сделать так чтобы люди не могли отличать они думали что за этими профилями сидят реальные люди швы дальше активности лайки и комментарии то есть как только вы оказываете начальное действие то есть вы добавляете друзья вы ставите лайки на аватарке комментируете записи на стене комментируете фотографии либо там сергей пишут чем обязан и по реакции видно адекватности ли отвечаете в личку так или иначе для работы с одним-двух аккаунтов игру и мы свое время нанимали студента там за 200-300 рублей иногда сами работают то есть времени там полчаса в день достаточно чтобы ответить на сообщение проставить лайки разослать заявки я не видел ни одного бота чтобы он добавлялся ко мне в друзья ставил лайк и писал мне комментарий вот если мне поставили лайк или написали комментарий я в принципе понимал что это живой человек и добавлял его в друзья поэтому пользуйтесь такими методами ставьте лайки делайте комментарии и конверсия как раз в добавленных друзья будет много намного выше следующая для живая обратная связь то есть на поставленные вам лайки на поставленные комментарии вы обязательно отвечаете обязательно пишите свое мнение на стене если у вас какое-то направление по ухудению по качалке по бизнесу вы берете от обуви сообщества и начинаете в них общаться то есть помимо того что вы отправлять севки в друзья вы еще так сказать засвечиваетесь в тех сообществах в которые вам как раз так сказать соприкасается с вашей тематикой которой вы работаете то есть вы там засвечиваетесь люди начинают там заходить на страницу а у вас еще классная фотография начинают добавляться друзья говорят ух ты вот какой-то классный эксперт то есть таким образом мы увеличиваем известность своего профиля дальше надо ли полить свою личную страницу да в принципе не надо как сказать полить дальше реклама не только своего собственника у вас есть определенное количество друзей вы начинаете добавлять свою целевую аудиторию как-то не работать уйма способов как минимум писать англичку вы уже в них друзьях у вас ограничений нету к вам уже некое доверие вы вы переписывались то есть не стоит первым сообщением писать куме купю у меня это можете там разговориться потом сказать что знаешь я вот занимаюсь таким таким то у меня вот есть ринге если тебе интересно пожалуйста вот у меня есть тренинг вот он ответит интересно интересно второе вы можете поставить ссылку в статусе на свой паблик вы постоянно будете репостить свои записи там распродажах а интересный контент на своей стене представьте что за месяц нормальная работа небольшой набирается где-то 600 700 человек вот друзья своей целевой аудитории практически бесплатно вот представьте 600 человек живой целевой аудитории которые будут видеть ваш материал вот и с этим связан последний пункт реклама не только своего сообщества правило ошибка типичных новичков что если они все правильно сделали но они резко начинают рекламировать свое сообщество и в статусе и на аватару поставить и постоянно пишут что у меня распродажа каждый час так нельзя делать один из способов тоже я захожу если на профиль к человеку если я вижу что у него в течение недели только одно сообщество постоянно рекламируется я понимаю что этот профиль создан для рекламы только этого сообщества вот я не буду его добавлять поэтому вам нужно так сказать не полиция как здесь написали с постоянной рекламой и делать какие-то репосты других каких-то пабликов новостных либо писать какие-то картинки с котиками либо музыку добавлять в общем вам нужно грамотно соблюдать золотую середину между постоянно рекламы своего сообщества и не рекламой постоянного сообщества чтобы люди попросту понимали что вы к нему как бы хорошо относитесь вам оно как бы привлекательно но вы не усердствуйте не отталкиваете их так сейчас могу потихоньку поотвечать на вопросы и потихоньку переходим по поводу партнерства по поводу там обратной связи так далее так далее так далее так так ребята у вас сейчас есть принципе три пути развития потому что у нашего вебинара вот полтора часа уже кто-то готов купить что почем сейчас расскажу по порядку сначала расскажу в принципе по пути развития полтора часа эти знания я говорю что такие знания уже практически не найдешь у нас можно найти но очень сложно найти первый путь развития это то что вы сейчас просто не будете ничего делать как делали как мне много приходит людей на вебинары которые не верят что в контакте можно зарабатывать либо говорят что там очень мало можно зарабатывать и и продолжают в это не верить то есть они послушали посмотрели кейсы зашли в группу посмотрели что блин 150 отзывов что они купили тренинг и они понимают что эти тренинги покупают что услуги покупают так далее так далее так далее так далее если он не верит что можно зарабатывать потом они через год узнают что их сосед тоже этим занялся тоже работает в контакте зарабатывать деньги но забили на все это первый вариант так больше кислорода первый вариант это забить на все это и ничего не делал дальше трех вариант это заняться развитием самому то есть внедрить те знания которые вы получили уже будет хорошо если вы их внедрите и работать дальше но так как я говорил что так как я говорил что в принципе в контакте постоянно развивается и вот по этой скрытой рекламе который я сегодня привел это буквально мы за последний месяц открыли то есть я говорю что в ближайшие месяцы все изменится и очень много методов помимо этой рекламы и что если вы хотите упорно заниматься и действительно нормально работать то у вас уйдет где-то год для того чтобы самим встать на ноги и чтобы самим что-то нормально делать и третий вариант как ребята у нас спрашивали у нас есть сейчас в ближайшее время будет тренинг по мощной эффективной раскрутке инфобизнеса вконтакте и я предлагаю вам его поучаствовать но предлагаю в нем участвовать на очень интересных условиях здесь у нас сильно сбилась презентация что очень очень плохо у нас три называется секреты массовой раскрутки инфобизнеса вконтакте и так в чем основное преимущество сейчас вас потому что основная его продажа начнется в десятых числах сентября в 12 числах сентября то есть для участников этого вебинара сейчас будет отдельная цена сейчас будут отдельные условия отдельные бонусы намного намного ниже намного намного больше потому что вы заранее вы самые первые а для всех остальных будет цена намного больше бонусов не так будет много и собственно данный тренинг у нас обычно стоит когда проходит от 6 тысяч это самый первый начальный модуль сейчас ссылку дадим до 20 тысяч рублей вот сейчас же для вас цена первоначального модуля составляет всего 3 тысячи девятьсот рублей так просят ссылку ребята сейчас скидываю ссылку там большая страница со всеми расписаниями я сейчас все объясню так у нас есть там три модуля напоминаю что для тех кто оплатит до первого сентября даже до 31 у нас там стоит до 16.00 во-первых будут бонусы которых я сейчас расскажу во вторых будет цена ниже намного намного то есть сейчас она у нас 3 900 1 модуль 2 модуль 7 900 3 модуль 13 900 вот по базе в 80 тысяч человек база финанс консальтинга николая мрачковского это будет тренинг продаваться с 10 сентября и стоимость его будет на пару тысяч больше то есть вместо 13 тысяч он будет стоить 15 16 тысяч вместо 7000 2 модуль будет стоить 9 900 то есть как минимум на две-три тысячи больше и не будет тех бонусов о которых я сейчас расскажу на вопрос и сейчас тоже отвечу так ребят по поводу как раз таки модулей по поводу того как они проходят и так сейчас немножечко объясню итак первый модуль так называемый быстрый старт называю от 0 до 1000 подписчиков в день это 7-дневный спринт-марафон после которого вы в принципе с уверенностью можете сказать что вконтакте действительно является мощным и эффективным источником трафика подписчика и продаж только проверены на практике методики стратегии и фишки которые непременно принесут вам заветную тысячу подписчиков причем даже если у вас нету самой подписной базы вот этот тренинг будет длиться у нас неделю первый модуль будет каждый день проходить это первый модуль для совсем новичков для тех кто вообще не понимает как что сделать он будет длиться неделю и у нас будет проходить по датам сейчас скажу по каким датам у нас будет проходить он будет проходить с двенадцатого сентября по девятнадцатый сентября вот дальше у нас она вопросы сейчас сказал отвечу второй модуль у нас будет проходить с 12 сентября точнее с девятнадцатого сентября по 25 октября и включает себя первый модуль и так что представляет из себя второй модуль второй модуль это наша готовая система раскрутки и продвижения инфобизнеса это модуль для тех кто привык действовать здесь и сейчас здесь мы будем работать в ускоренном режиме еще полтора месяца онлайн вместе с гостевыми спикерами и моей команды то есть вы научитесь собирать масштабные вебинары и тренинги запустите большое количество вирусной рекламы в топовых сообществ вконтакте построите программу индивидуальной проскрутки своего паблика сообщества вконтакте на много месяцев вперед и автоматизируйте все эти процессы просто на опыте у нас показывает что мы обычно тренинги проводили две недели три но люди получили знания они говорят что да мы все поняли я начинаю с ним общаться попозже мне когда что мы не успели внедрить у нас жена дети поэтому мы сделали плюс дополнительный еще тренинг на полтора месяца течении полутора maps два три раза в неделю мы будем с вами встречаться дополнительно внедрять у нас будет система мотивации что человек обязательно все выполняет если он не выполняет то он вылетает поэтому не делать у вас просто не будет в порядке в течении полутора месяцев плюс будут гостевые спикеры я Я постарался собрать очень мощную команду гостевых спикеров, потому что действительно тренинг будет рекламироваться по большой базе, поток будет очень большой. И для вас будет выступать Азамат Ушанов, известный интернет-бизнесмен, я думаю, все его знаете. Он будет выступать как раз с темой подписанных страниц, как лучше делать самые конвертируемые подписанные страницы и рекламировать их ВКонтакте. Также будет выступать Руслан Гафаров, это мой соотечественник из города Уфа, мой хороший знакомый. Он организатор очень крупных оффлайн-мероприятий, Владимира Долганя, Алексея Толкачева, Антона Абритова, Владимир Шалахтера и так далее. Будет выступать Владимир Калаев, руководитель проекта InfoSocial.ru. Будет выступать Константин Кузьмин, это владелец нескольких больших пабликов, бизнес-пабликов на 100 тысяч человек, 150 тысяч человек и так далее. Организатор нескольких больших конференций будет выступать Максим Зырянов, сооснователь рекламного агентства Promoport.ru. Мой хороший знакомый и друг Азамат Ушанов, отличный метод расцветки, я сказал. В принципе, они все уже имеют очень хороший опыт работы в социальных сетях и каждому есть чем с вами поделиться. Кейсы уже отоварены, где посмотреть кейсы. Этот тренинг запускается именно в таком формате впервые, потому что я говорил, что до этого он проходил неделю, две отзывы. Есть со всех наших мероприятий, смотрите, читайте. Полутора месяцев и по таким ценам он у нас впервые. Я думаю, что полутора месяцев он больше не будет так работать. Так, по поводу бонусов, ребят. Для тех у нас, кто оплатит до 18.00 31 августа, первое в подарок получает запись совместного семинара Алексея Толкачева и Николая Мрачковского. Стихийные действия, которые у них на сайте стоят 4000 рублей. Второе, вы получаете запись вебинара Андрея Семенова, это руководитель местного НЛП-центра. Секреты манипуляции сети интернет стоимость 2500 рублей. Третье, вы получаете мою методичку с рабочей тетрадью 10 советов для контента в социальных сетях 2000 рублей. Эти бонусы получат те, кто оплатит до 18.00 до 31 августа. Напоминаю, что для вас действует только для вас вот эти вот два дня действует льготная цена. И что еще мы будем этот тренинг рекламировать по базе в течение недели. Еще будут различные интересные предложения. И если вам все-таки хватит мужества приобрести его 10 сентября, если кто решит, то цена будет на 2-3 тысячи рублей больше. И бонусов таких уже не будет. Итак, объясняю, как пошагово оформить заказ. Итак, переходим на страницу, ссылку, которую я уже размещал. Еще раз скидываю ссылку в чат. Это максимшпон.ру Слэш вппэйдж Слэш инфобис вэка Вот, переходим на страничку. Отлично, перешли. Вот у меня тоже загрузилось. Здесь полная информация О моем приветствии. Во-первых, что будет рассказано о результатах людей. Здесь готовые кейсы. Ребята записывали видео-отзывы. Дальше идет очень краткая программа. Что вас ждет в первом модуле. Что вас ждет во втором модуле. Что вас ждет в третьем модуле. Я не рассказал про третий модуль. Третий модуль Это индивидуальная стратегия развития вашего проекта ВКонтакте на несколько лет вперед. Этот модуль очень схож с модулем индивидуального коучинга. То есть здесь, помимо участия, оплатив третий модуль, вы получаете участие в первом модуле, во втором модуле, то есть полтора месяца. И еще дополнительно вы получаете скайп-консультации вместе со мной. То есть за этот промежуток времени с 12 сентября по 21 октября вы еще общаетесь индивидуально со мной по скайпу. То есть это получается коучинг. Мы с вами ставим цели, намечаем план действий и действуем по нему. То есть он включает в себя в принципе индивидуальный коучинг, хотя индивидуальный коучинг у меня обычно стоит 20 тысяч рублей в месяц. Итак, вы сделаете реактивный прыжок и за месяц достигнете таких результатов, которые при самостоятельном изучении смогли бы достичь в течение 1-2 лет. Это позволит вам в значительной степени сэкономить свою массу времени, денег, сэкономить бюджет рекламной кампании, избежать многочисленных затрат и основных ошибок. Которые допускаются при запуске и подвижении проектов в социальных сетях. Максим, бонусы клевые, их от тебя получал, когда другой тренинг проходил. Всем советую. Замечательно, что бонусы клевые, я рад, что вам понравилось. Бонусы дорабатываются сейчас, увы, и делаются. У начального стоимость 3 900. Да, для тех, кто может быть интересуется, после начального можно будет перейти на второй модуль, на полтора месяца. Но цена уже будет, варьирование цены будет не такое, как сейчас. Но будет намного, намного дороже. То есть, я говорю, что я всегда открыт для тех, кто готов действовать здесь сейчас. Вообще, нужно делать всегда быстрые решения. Я сам всегда принимаю быстрые решения. Поэтому сейчас принимайте быстрые решения. Пожалуйста, для вас льготные цены только 2 месяца, только 2 дня. Для вас классные бонусы. Пожалуйста, для тех, кто немножечко задержался, задумался. Еще есть возможность 10 сентября. За дополнительные еще сверху 2-3 тысячи рублей. Еще половина бонусов уберется. Пожалуйста. Поэтому, кто готов действовать прямо сейчас, здесь и сейчас, то я для вас открыт. Пожалуйста. Итак, переходите на страницу. Здесь есть кнопки, если опуститься чуть-чуть ниже, такая небольшая таблица. Выберите наиболее интересный вам комплект. Вы видите первый модуль, 3 900. Вторая колонка, второй модуль, 7 900. ВИП модуль, третий, 13 900. Выбираете интересный вам комплект прямо сейчас. И кликаете на форму «Оформить заказ». Вы переходите на страницу заказа. Здесь вводите ваше имя, ваш e-mail и ваш телефон. И выбираете «Заказать». Дальше выбираете на странице покупки нужную для вас систему оплаты. То есть здесь у нас есть Visa, MasterCard, Сбербанк, Почта России первая. Терминалы, денежные переводы. То есть все, что делается через RBC Money. Дальше есть система Keevy. Если у вас есть Keevy-кишелек. Дальше, если у вас есть WebMoney. То есть вы ее осуществляете через WebMoney. Дальше, если у вас есть Яндекс. Можно еще через PayPal, либо через безналичные. В принципе, все эти системы оплаты очень замечательно работают. Как будет рассылаться запись вебинара автоматом? Да, запись вебинара. Сейчас расскажу о запись вебинара. А модуль 2 включает в себя первый модуль? Это отдельно? Нет. Первый модуль включает. Второй модуль включает в себя первый модуль. Все правильно. И за 13 900 все три модуля. Все правильно. Вы покупаете за 13 900. Вы проходите первый модуль за недельный. Потом проходите второй модуль за полтора месяца. И параллельно с этим вы еще общаетесь со мной по Skype. То есть параллельно ставим задачи, выполняем их и индивидуально занимаемся. То есть третий модуль включает в себя абсолютно все. Второй модуль включает в себя первый модуль. Плюс второй модуль. Еще забыл вам рассказать, ребята, что если вы спуститесь в конец данной страницы, сейчас еще раз ссылочку скину для тех, кто потерял, то там можно найти замечательную страницу полных возможностей по тренингу. Возможно, кто-то не увидел еще полных бонусов. Если кто-то еще сомневается, все-таки заходим в страницу, спускаемся. И здесь вы найдете после гостевых спикеров и после гарантии таблицу. По поводу того, кто спрашивал, что 4900, 4900 это стояло для прошлых. Она еще будет повышена. То есть это не для вас. Для вас сейчас, для участников тренинга 3900. Итак, внизу есть таблица стоимость тренинга. Давайте посмотрим ее и вместе разберем. Основной блок – это недельный блок. Он входит для всех. Видите, галочка для первого модуля, для второго, для третьего. Полторамесячный тренинг по раскрутке и продвижению инфобизнеса ВКонтакте. То есть он входит только во второй и третий модуль. То есть вот эти дополнительные полтора месяца, они входят во второй модуль и в третий. Бонусная тема от приглашенных спикеров также входит только в модуль 2 и в модуль 3. Также я забыл сказать о готовых шаблонах продающего сообщества. То есть наверняка вам нужны будут шаблоны постов, шаблоны аватар, шаблоны меню и так далее. Все это стоит денег, минимум это стоит 2,5-3 тысячи рублей. И в подарок я вам как бонус подарю свой комплект. Там порядка 15 готовых аватарок, порядка 15 готовых книжек, порядка 20-25 готовых постов, конкурсов и так далее. Все эти шаблоны, которые можно вам поправить в фотошопе. Все это совершенно бесплатно, если вы являетесь участником либо модуля 2, либо модуля номер 3. Помимо всего этого, для каждого модуля будет отдельно создана группа ВКонтакте, где вы будете общаться с другими участниками, отдельно обмениваться опытом и оставлять отчеты о своих домашних заданиях. Также у нас будет доступ к нашим подрядчикам с многочисленными бонусами и скидками. То есть это наши дизайнеры, это у нас подрядчики Viking Studio замечательные, то есть студия, которая производит большое количество совка для ВКонтакте. Все наши копирайтеры и все это будет, если вы вдруг сами не захотите что-то делать, то можно будет у них заказать с большими скидками и бонусами. Так у нас также будет уникальный блок тренинга, вирусная рекламная кампания с охватом более 700 тысяч человек за 7 дней. Этот блок будет рассказываться только для модуля 2 и для модуля 3. Дальше я отдельно проведу блок предложения ВКонтакте. Я вас научу за несколько простых шагов, за три шага создавать свои предложения ВКонтакте с подписными страницами, страницами по продаже тренинга, страницами по продаже товаров. Причем если вы даже не владеете никакими знаниями по программированию. Здесь также указаны бонусы, которые получат люди, которые оплатят до 1 сентября. Но здесь мы поменяли условия, что до 31 августа до 18.00. Дальше у нас идут условия для тех, кто возьмет модуль номер 3 за 1.900 рублей. Здесь разработка персонального годового плана развития вашего бизнеса ВКонтакте совместно со мной и моей командой. Индивидуальные консультации по скайпу с анализом и разбором вашего проекта. Дальше участники модуля номер 3 получают доступ к VIP мастер-группе на 2 месяца. То есть они дополнительно еще общаются и получают доступ в нашу мастер-группу на 2 месяца. Дальше они получают готовые кейсы по тренингам, вебинарам и конференциям, собранным в ВКонтакте нами. Прибыль Котков составила более 400 тысяч рублей в месяц. И под этим находится. Сделайте заказ прямо сейчас. Вы выбираете интересный вам модуль, нажимаете кнопку «Заказ» и оформляете заказ и вводите данные. Так, по вопросам. Скажите, пожалуйста, имеет ли не смысл платить заботу для поднятия выдачи? Имеет смысл в том случае, если по выдачам есть входящий поток трафика большой. То есть если очень большое количество клиентов ищет вас по поиску ВКонтакте, то вам нужно быть на первом месте. Если у вас большое количество клиентов идет по рекламе в крупных сообществах, но по поиску ВКонтакте вам идет мало людей, то не нужно рекламироваться. Вот, итак, жду еще вопросов каких-либо. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Обратная связь будет в тренинге. Консультация у нас стоит 5000 рублей. Пожалуйста, можете в тренинг записаться за 3900, либо в большой. И там я все сделаю. Так, а если во время тренинга я уезжаю и не смогу присутствовать в тренинге 3 дня, можно участвовать или не стоит? Конечно, можно участвовать. Во-первых, по тренингу, если кто-то не сможет когда-то участвовать, будет запись. То есть на каждый день будет запись, она у вас будет отправлена. Каждый день будет управляться. Второе, если кто-то несколько дней, сколько-то не смог поучаствовать, если он будет записан, например, наш второй модуль в октябре, то я смогу лично с ним по скайпу один раз пообщаться, к примеру. И какие-то вопросы непонятные, которые он послушал по записи, у него возникли вопросы, лично для него разобрать. Про запись, про рассылку. Да, сейчас расскажу. Запись у нас будет отправлена по базе тех, кто записался в вебинар, примерно завтра во второй половине дня. То есть вебинар FM, где мы проводим этот вебинар, будет обрабатывать запись, и она будет отправлена. Где-то завтра, наверное, во второй половине дня, скорее всего. Либо к вечеру. Но опять же, я говорю, что для тех, кто сомневается, что там я посмотрю, записи куплю, завтра она будет отправлена к вечеру, у вас вечером не особо будет возможности, а в субботу вы можете не успеть и получить бонусы, не получить льготной цены, потому что я говорю, что у нас продажа открыта до 18.00, до субботы, до 31 августа. Поэтому, если вы решили сделать и участвовать в тренинге, делайте так прямо сейчас. Турбокиллер, ботовод, викингов, ботовод. Ботовод, викинг, вкбот – нормальные программы. Если правильно пользоваться, правильными стратегиями, можно очень грамотно настройку делать, хорошо все работает. В тренинге «Владимир» я даю эти настройки. Какими мы пользуемся, по крайней мере, когда используем эти программы. Вот сколько время раскручивается паблик, без больших вложений, долго, даже с хорошими вложениями, долго раскручивается паблик. Нужно раскручивать, смотреть именно на продажи, на раскрутку паблика. Так, я напоминаю вам, друзья, что наш тренинг вебинаров – это серая накрутка. Ну, половина на половину, я бы не сказал, что она белая, я бы не сказал, что она черная. Много людей их пользуются, многие компании, многие бренды их пользуются. Так, я напомню по выгодам. Первая выгода, что вы экономите замечательные средства, это порядка 3000 рублей на каждом модуле вы экономите. Второе, вы получаете замечательные бонусы. Третье, как вы видите по отзывам, как вы видите по самому тренингу, подобные структуры, в принципе, я еще не встречал в интернете. То есть, чтобы тренинг велся исключительно по ВКонтакте и с такой программой. То есть, у нас первый модуль – 7-дневный быстрый старт, даже у кого ничего нету, кто стартует абсолютно с нуля, это как раз-таки для вас. Второй модуль – это реактивная скрутка, масштабные запуски ВКонтакте. То есть, во время второго модуля, за полтора месяца, мы будем разбирать масштабные рекламные кампании, масштабную раскрутку. Здесь и вирусный запуск, и трехступенчатая стратегия рекламной кампании, и готовые шаблоны акций, и скрипты, рабочие скрипты по работе с клиентами, и как работать с различными программами, и как тестировать различные сообщества, на предмет подачи туда рекламы, и готовый план развития вашего сообщества вперед на 6 месяцев. И здесь будет множество гостевых спикеров, которые будут очень мощную информацию. По третьему, здесь уже, я говорю, здесь уже в формате индивидуального коучинга, вы все сами понимаете. Итак, напоминаю, что для вас выгода состоит в том, что вы получаете этот тренинг намного-намного дешевле, с большим количеством бонусов. Только что 10 сентября в него впишется очень большое количество человек, помимо вас, а вы будете в первых списках. А первый список всегда лучше. В первом списке всегда впервые приходят записи, письма и доступы, и все остальное. Итак, ребят, в последний раз скидываю ссылочку, для тех, кто все-таки сомневается. Вот, ссылочка, заходите на страничку, спускаетесь ниже, может быть, кто-то еще чуть-чуть почитает, какую-то информацию, если ему интересно, если кто-то еще не убедился, что ему все-таки стоит участвовать в этом тренинге. Полтора месяца убойного тренинга. И кнопочки. Выберите наиболее интересный вам комплект, спускаетесь чуть-чуть ниже, и модуль первый, модуль второй, модуль третий. Выбираете интересный вам комплект, нажимаете «Оформить заказ», вводящий сейчас свои данные, и вуаля, все данные вам приходят на почту. И что все-таки нужно знать для старта в первом модуле? Для первого модуля вообще ничего не нужно знать, там будут начинаются с самых азов, и заканчиваются уже, когда у вас нормально будет паблик, уже нормально заполненный, и все остальное. То есть у вас очень все хорошо будет сделано для реактивной раскрутки, для того, чтобы ваши деньги при раскрутке не улетали в трубу, и чтобы все бы очень классно получалось. Итак, ребят, для тех, кто хочет найти меня в ВКонтакте, либо может задать какие-то вопросы, если хочет задать какие-то вопросы, можете написать мне ВКонтакте. Вот моя ссылка сейчас в чате, vk.com. Нужен компьютер плюс нет. Ну все правильно, нужен компьютер плюс нет. vk.com. Если брать второй модуль для перехода на третий модуль, то сколько нужно доплатить? Обычно это индивидуально обсуждается, лучше брать третий модуль. Можете мне ВКонтакте написать, опишите свою ситуацию, я вам скажу точно. Обычно лучше сразу третий модуль. Если я еще забыл сказать, если у кого-то прям какая-то срочная проблема с деньгами, прям мега срочная, можете оплатить частями, например, сегодня оплатите, через два дня доплатить часть, два-три дня. То есть мы можем несколько платежек сделать. А теперь небольшая просьба от меня. У вас как оплачивать модуль с Украины? Да у вас все есть. И Kiwi есть, и банки есть. Можете по банку выписать какую-нибудь платежку, сходить в банк и заплатить. То есть все эти способы там практически есть. Итак, небольшая просьба от меня. Я надеюсь, вам понравился вебинар наш. Я надеюсь, что вам понравилась информация. Теперь попрошу написать свои отзывы о вебинаре ко мне на стенку. Мне будет очень приятно. Я надеюсь, что... Пишите конструктивно. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Что вам именно понравилось, какая информация, что было для вас ново. Потому что мы постоянно как-то модернизируем вебинар. Я постоянно смотрю уровень своих знаний, уровень вещания и так далее, и так далее, и так далее. Ты, как всегда, супер информативно выдал материал, Николай. Замечательно. Я думаю, получается, что ты уже не первый раз на моих вебинарах о словах-паразитах можно писать. Я не говорю, что моя речь идеальна, но я стараюсь, стараюсь. Поэтому можете написать. Но лучше, если будут они просто замечательные и красивые. Так будет мне намного приятнее, честно. Поэтому. И так далее, и так далее. Да, сегодня я зачастился, и так далее, и так далее, и так далее. Это на меня сегодня такой мор напал. Если кто участвовал на моих вебинарах, он знает, что до этого такие слова не использовались, и так далее. Благодарю за информацию в вебинарах. Пожалуйста, ребят, кто хочет выразить, напишите, пожалуйста, на моей личной страничке ВКонтакте. Мне будет очень приятно. И обычно там я веду разбор полетов, потому что там она остается на память. Сейчас я вот закрою эту комнату, и все пропадет. А там она мне будет греть душу на моей стене ВКонтакте. И заодно можете написать свои вопросы, мне в личку добавится. Друзья, я с удовольствием всех добавлю. И буду рад вас всех видеть на своих будущих вебинарах. На стену кинуть или сообщением. На стену напишите, ребят, на стену. Буду рад вас видеть на будущих вебинарах, на будущих тренингах. Я надеюсь, мы с вами увидимся еще не раз. Надеюсь вообще, что мы увидимся на моем тренинге, который очень скоро начнет. Начнется. И я увижу вас там. И мы замечательно пообщаемся и выстроим ваш бизнес на более высокий уровень. Более мощный уровень. Вот ссылочка на мою страницу еще раз. Жду от вас отзывов. Жду от вас участия в своем тренинге. И, ребят, всем пока. Всем спасибо. Для тех, кто не достучится, вдруг не нашел меня ВКонтакте, максимшпон.ру. И для оперативной связи напишу еще мою почту. Вот моя e-mail почта. Если прям какие-то вопросы у вас возникли, то можете вот на эту почту написать, там по оплате, либо личку ВКонтакте. Мы все решим. Уже отписался. Замечательно. Спасибо всем большое. Чем больше напишите отзыв по объему, тем лучше. Тем больше я буду с ним разбираться, любоваться им. Всем спасибо. Всем спокойной ночи. Всем продуктивного дня. Запись будет вам отправлена где-то завтра вечером, если она обработается, либо послезавтра в первой половине дня. Я говорю, что это не от меня зависит, от сервиса. Но она так или иначе будет отправлена. Если кто-то тянет там с оплатой, то у тренинга я попрошу не тянуть с оплатой тренинга. Увидимся на тренинге, дорогие друзья. Всем спасибо, всем пока и всем продуктивной ночи.